Преданестезия даже. А, еще она не анестезия, еще преданестезия. КВТ, привет! Все улыбаются, но это что-то понимают. Эксперименты. Пять с половиной тысяч евро. Маленькая. Усик, ой. Ты рада? Я тоже рад тебя видеть. Дальше просто лежите на правом боку, на левом боку, лицом вниз, кушетка удобная, я даже уснул. Когда будет падать, у нас еще будет минута покричать. Спасибо. Весный колорит. Ё-моё, у меня просто шок. Смотрите, какая подача. Вау, еще так дымит. Всем привет, это наш новый вложик. Едем в Стамбул. Ты уже собрал вещи? Угу. Прошли мы паспортный контроль. И сейчас ждем наш самолет. Расскажу вам историю, как мы вызвали такси. Ребята, я чуть не обосрался. Короче, вкратце, вызываю машину. Приезжает Hyundai Sonata. У меня всю дорогу нервишки щекотали. Сели. Что-то мы едем, говорит, а мы можем поехать по окружному, чтобы не через центр, а то светофоры. Я такой. Ну, окей. Мы как только выехали. Смотрю, он 110 едет, 120, дождь идет. Я такой немножко... Ну, думаю... Андрей этот не ездит. Ну, я очень относительно спокойно езжу. Ну, я еще так терпел. Он, конечно, где-то 130 летел, 140. Я еще так терпел, но уже нервничал. Я потел. Он еще, знаете, так едет. Как будто не форсбидерает. Понимаете, как будто фильм этот... Пересмотрел такси. Со старта вызывал часто. Потом, как выехали, мы на уже Бориспольскую трассу, которая ведет уже к аэропорту. Он 170 там вообще летел. Я смотрю, 170, машина вот так ходит. Дождь идет. И он 170 едет. Андрей говорит, извините, конечно, пожалуйста. Можно, пожалуйста, медленнее, говорю? Он, да, конечно, до скольки. Говорю, ну точно, не 170. Хотя бы 100. Я говорю, могу 70. Говорю, не, можно, хотя бы 100. Не, у меня резина хорошая. Говорю, хорошо, хорошо, говорю. Я тоже видел в интернете такие вот, да, резина хорошая. Я хочу, говорю, еще жить. Говорю, хотел сказать, Валера, мы никуда не опаздываем. Спокойно, я с запасом выехал. Короче, по-моему, навигатору показывал ехать полтора часа. В итоге мы заехали за 45 минут. И он такой говорит, я не могу принять заказ, потому что я раньше доехал чем надо. Говорит, меня, говорит, программа не пускает, завершит, завалите, вот не завершается. Говорит, очень быстро ехает. Надо подождать. На улице уже утро. Идем. Идем самолет. Что, котик, вкус детства? Что, ее проткнуть, треба плеч. Не получи. Аккуратно, чтобы на штаны не вылило. Палочка поломалась. Раньше были палочки покрепче. Котик, обляпався. Я тебе говорила аккуратно. Пацан, не знаю, останется или нет. Ну, если что, потом переоденеться, а у тебя есть одежда. И вот это мы взяли. Набор. Ага, покажи, какой набор. Взяли еще такой набор. Тут разные вкусы есть. И баунти, и сникерс, и марс. Короче, все сразу вкусы. Вот наш самолет. Идем на посадку, котик. Смотрите, какие турбины мощные. Ох, так. А кто взлетает? Все, ребятушки, мы сейчас будем взлетать уже. Ребят, прилетели мы в Турцию, Снежку только одну за границу отпускать. Тут же ж турки, они на английском не говорят, потому что Снежка стоит. Он говорит, отойди чуть назад, типа, чтоб в камере было. Он показывает, типа, сними капюшон. А Снежка, аж, говорю, Снежка, капюшон. Она, оп, сняла. Все, хатрш, хатрш. В общем, долетели мы удачно, конечно, немножко трусило. Да, чуть-чуть совсем. На самом деле, когда мы летели с Турции на свадебное путешествие, вот-то трусило. Но у меня немножко ножки вспотели. А я, нет, нормально. Ну, так трошки вздохнув, нормально. Сейчас идем за чемоданом. Здесь интернет вообще бешеный, блядь. Я тебе, блядь, 300 гривен заплатил, блядь, на гигабайт. Уже половины чуть ли нету. Надо либо тут искать какую-то турецкую сим-карту. Нас тут уже человек ждет. Да? Да. Снежка хочет какать, кажется. Я же хочу какать. Пожалуйста, котик, давай сейчас покакаем. Ну, давай, пошли. Забрали. Теперь нас должны встретить, да? Пока Снежка куле пускала, уже все ушли. И наш чемодан остался. А что, говори правду. Нас на улице там человек ждет. У меня стресс. Стресс. Не было чего стресса, нормально, мы летели. Нас тут, ребятушки, так встретили. Оператор личный, смотрите, он идет с камеркой какой. Мне тоже из камеры. А вот наш человечек, который нас встретил сегодня здесь. Смотрите, на какой машине мы будем ехать в номер. Класс. Круто. Это прием. Ага, супер, конечно. Приятно, когда встречают, в общем-то, уже начни париться, не думая, что, куда. Ну да, ты вышел просто и все. Ну что, сейчас мы едем, мы сейчас едем правильно в отель. Да, мы едем в отель. Так что сейчас мы, в общем-то, поселимся. И у нас завтра будет уже операция. Вот, так что у нас сегодня денечек есть, как бы отдохнуть. Я думаю, может, где-то все побываю, правильно? А вот завтра операция, потом это все, в общем-то, мне еще потом расскажут, как за собой нужно следить. И у нас потом еще будет денечек-два для того, чтобы походить, посмотреть. Экскурсия какая-то, может. Как бы Стамбул, город немаленький. Это, ребята, не Киев. Сколько в Стамбуле население? Плюс-минус. Честь сказать, не знаю. Ну, я думаю, наверное, миллионов 15 точно будет? Точно. Точно, да? Минимум, да. Я же говорю, а в Киеве сколько? Миллиона 3, да? Дай бог, будет. Ну, то есть, ну, раз в 5, так точно больше. Чем нас. Хотя, Леша, говорю, это 15, там, может быть, там. Да, вот, население Стамбула 15 миллионов. О, смотри, как я. Молодец. Ну, короче, как 5 Киевов. Так что тут много чего можно посмотреть. Но я уверен, что там тут еще совет, куда лучше пойти. Где есть спальня района, где есть, можно погулять, посмотреть, там, какой-то центр и так далее. Так что едем. Сходил Андрюшка, поменял денежку на лиры. Так что у Киевов можно будет терпеть. Вот так вот выглядит турецкая лира. Вот лир такой. Ничего себе. Это самое крупное, да? Как наше 200 гривен. Похоже, как у нас 200 гривен. Вот. По цвету. А самое мелкое, бумажное, это сколько? Пятерка. Пятерка, да? Ну, короче, я думаю, что на самом деле... Это сколько здесь долларов? Тысяча долларов. Тысяча долларов? Да. То есть, ну, я думаю, что как минимум мы что-то с тобой... Ты же хотел, чтобы с этим в Турции купить? Ну, не знаю, что посмотреть. Какие-то вещи. Реально, это же турция, это же, реальция, там, чуть не такой родиной, копий хороших и так далее. Посмотрим, что турки делают. Да. Вот, пока так. Если же прям останется много, то поменяем. Ну, конечно, там, дадим Турции чуть-чуть заработать. Обменнику. Нет, так оставим себе. Единственное, конечно, если мы приедем в Турцию, сколько мы в том, через время это будет стоить? Чтобы там не было такого, что... Типа, а у нас такого люди нету, у нас уже новая. Ты пока ходил, менял денежку, то так едой пахнет на улице. Да, мы сходим на самом деле. То есть, здесь тоже очень известна именно уличная еда. Уличная еда, так пахнет вообще. Очень вкусно готовит. Нам советовали каштаны попробовать. Каштаны вообще, да? Не очень, да? Ужасные, да? Это все, кто говорил, они видят, что типа ужасно. Просто, если вам скучно попробовать, ну, типа, поймешь, что это хрень какая-то. Ну, это чисто туристов, да? Потому что местные говорят... Можете на улице попробовать миди? Миди? Миди мы любим. Ну, тут же ж море рядом, и тут же ж морского очень много, да? Да, морское. Мясо вроде дорогое здесь считается, да? Ну, рыба тоже. А рыба дешевле. А у нас рыба дорогая. Рыба тоже дорогая? Здесь дешевая курица только. А, курица дешевая. Ну, как и у нас. Так у нас рыба тоже дорого стоит. Очень дорого. Ну, здесь, может, из-за того, что море ближе. Да. То может быть такое вот... Ну, в общем, мы пока едем. Короче, можно так идти по улице, и рядом бац какой-то... А что является у вас такой? Фрукты? Да. Может, там прям... Бананы, кокосы. На улице есть такие прям... Ну, что, мы приехали. Сейчас покажем наш отель. Вау, какая красота здесь. Смотрите, какой интересный дизайн здесь сделали. Такой самовар катается. Здравствуйте. 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 Ага. Здесь даже снимать видео разрешают. Класс. Наш чемоданчик. Сейчас нас оформят. Короче, за 7 мы покажем вам свой номер. Тут красиво все по-турецкому. Очень красиво. Вау, необычно, да. Ковры такие здесь везде. Аут. Да, да. Окей. Ага. Глоб, сут. Окей. Орнепричь. Да. Угу. Окей. Теперь сейчас посмотрим. Какая здесь нас красота. Телевизор такой интересный. Смотри, как устроено. Спасибо большое. Кофе-теа, вода. Президент. Окей. И фонс-спит контроль. Окей. Окей. Пока-пока. 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 Пока-пока, котик. Дал ему чаюшечку. Не, ну слушай, они не такая доллара. Для них типа тоже это как в Египте. Это в ресторан можно уже покушать. Это купить сумочку Гуччи. А вот это сходить, куда-то сидеть. 30 раз в метро. Вопрос. На что мы, блин, потратим остальные деньги? Ну, посмотрим. Не знаю. Давайте сделаем обзорчик на наш номер. Номер очень красивый. Диванчик такой. Есть кресло. Столик можно посидеть. Книжечку почитать, например. Там даже светильничек такой. Кровать какая. Смотри, котик. Какие подушечки тут у нас будут. Зеркальце. Завтра вообще мне операции сказали. Так что у нас сегодня есть день, чтобы куда-то сходить. Потому что потом мы два дня вообще никуда не сходим. Два дня буду в этом состоянии, чтобы где-то гулять. И потом два дня у нас будет, чтобы еще где-то погулять. Короче, у нас получается пять дней. Мы тут пять. Ну, турецкий стиль весь такой. Ну, красиво. Мне нравится такой стиль. Вау! Смотри, какой котик здесь. Туалет с ванной. Большой. Такая ровная комната здесь. А, ну да. Ну, можно вот душ. Даже ванная есть с душем. Класс. Смотрите, какие здесь гели для душа. Вот такое здесь есть. Такое. Сейчас дайте и тусить какие-то. Угу. Сейчас куда-то пойдем. Такое мыло тоже. Решили мы с Андрюшкой пойти куда-то погулять. Не можем вызвать такси. Уже... Никто не едет, бля. Вообще просто. Они все, блядь, как один, блядь, турки спрашивают. Куда идти? Куда едем? Я пишу, блядь, рынок, а они пых отменов. Пых отменов. Все отменов. А блядь, что пробки просто большие. Я бы сказал бы, давай больше заплачу. Тут же нельзя даже написать. Я не понимаю, что они тебя хотят. Сейчас пойдем на метро туда. Вариантов больше нет, получается. Сейчас генделы куда-то сходим, блядь. Вы думали, ребятушки, что мы в аэропорт быстро ехали? Нет, мы в Турции летим. Короче, ребят, нашли мы таксиста. Никто вообще ехать не хочет. Пришлось заплатить три раза дороже. Так он так летает. Он везде бибикает. Везде подрезает, объезжает. Там туда и сюда. Говорит, показывает. Вася, гранд базар. Там просто пробки. Говорит, не, 150. Ну, короче, согласился. Так вообще должно было стоить где-то 50. А так едем за 150. Чтобы вы понимали, смотрите, как мы едем в пробки. Смотри, блядь, не влезет. Пойду сюда. Вообще, конечно, нас так в Киеве не ездят. Просто, блядь. Как они резко перестраиваются. Как они резко ездят. Смотри. Все, летим. На самом деле, здесь пробки. Говорят, что, типа, одни самые большие вообще в мире. Типа, Турция, Стамбул, это самые большие пробки. То есть, там Москва может еще, может быть, посоревноваться. И то, я сонюю, что в Москве так. В Москве реально такси хоть приезжают. Здесь такси даже не приезжают. Смотри, они подрезают друг друга. Ой, е-мое. Все, пицца, едем. Все, мы едем на базар. Не пускают. Смотри, подрезал. Просто, как типа, бля, бля, просто, бля, мы как это, в фильме такси, бля, шо, 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 когда в аэропорт приехали, что здесь? Нормально. Один в один, просто, да, фильм такси на турецкий лад. Добрались мы до точки, практически, нас довезли, просто сказали, из-за того, что тут пробки вот большие. Он говорит, Коля, не хочешь нахрен здесь выйти? У него был гугл-переводчик, и он освоил что-то, а я ему на русском, типа, я ему переводила. Говорит, да, бля, тупичком, говорит, 15 минут. И туда-сюда. Да, реально, вот мечеть сразу видно. Так и вот какая-то мечеть. Ай, вот, да. Базар тут разный. Ну, в общем, все будут путешествовать. Робки, ребята, я в жизни таких пробок не видел. А как они ездят? Я когда в Пекине был, я думал, там подрезают. Да вы что, здесь просто... Он говорит, тры-тры-тры, али, блядь, по рулю стучит, что-то там делает, матюкается, одному по ушам надавал. Все, Матюк, идем, а тут дочь идет. Идем. На какой красивый мы базар зашли, вообще. Это здесь был Орел и Решка, Птушкин. Это считается, что это один из самых главных старых базаров. Красота здесь, смотрите, какой купол. Просто. Столько сладостей. Ё-моё. Андрей, смотри, и там еще? Это что, где типа золото, но не золото? Это то, что мы видели по телевизору, да? Якобы золото, но там от золота вообще хрен да ни хрена. Смотри, мой друг, как ты? Вот, видите, украшения такие разные здесь. Этот от глаз, всякие штучки вон. С бисера. Украшения красивые. Вообще, сколько всего здесь. Он махает, привет. Всем привет. Красота. О, ничего себе, вот мы и нашли Фэнди. Кристиан Диор. Здесь, вот видите, разные сутки такие. Это копии хорошие, я так понимаю. Продают. На самом деле, очень хорошо выглядит даже. Круто. Идем посмотрим. Вау. Ничего себе. А, да, вот ловит он. Видишь? А вот, типа, мучи. Зашли с Андрюшкой тут в один прикольный магазинчик. Здесь такие украшения на волосы, смотрите, девочки. Вторая для девочек. Здесь. Такая красота здесь. Как-то мы справляемся. А там продают руселя, викулька секретная. Мы потом сходим туда, смотрите, что здесь. Необычно, очень колоритный город. Очень колоритный город. Прикольно здесь вообще. И очень необычно. Как будто вообще в другом мире, особенно ты еще, когда не понимаешь турецкий. Все как-то необычно. Но ничего, прикольно. А мы покажем нашу еду. Берем. Здравствуйте. Нормально? Да. Я скажу сейчас. Здравствуйте. Снежка, Снежка ТВ, привет. Снежка ТВ, привет. Снежка ВД, привет. Круто. Сельфию. Нас накормили картошкой просто так. Вот это классно. Спасибо. Спасибо большое. От души, да? Вообще, на самом деле, очень приятный народ. Картофанчики вообще я обожаю. Очень прикольные ребята. Вкусно. Так, сейчас покажу, что мы заказали здесь. Смотрите, какая вкуснятина у Андрея. Мне приготовили вообще без мяса, как мы заказывали. Круто. И сок очень вкусный, натуральный. Прям свежевыжатый. Он такой, говорит, если что, показывает наш инстаграм. Если что, говорит, отмечай, говорит, нас. Ага. Хорошо. Сейчас отменим. Все в арабском таком стиле. Ресторанчик такой. Мы только пришли домой. Как вы понимали, вот ценник для того, чтобы доехать до сегодняшнего базара, куда мы ездили, стоило 50 лир. У них тут жесткое, этот, как называется, когда валюта обесценивается. Это для своих 50 лир, а не для иностранцев. Как разница, нет, ну вообще 50 лир. Мы же иностранцы. Неважно, Uber, типа, ты берешь и едешь. Короче, обесценивается валюта, и 50 лир стоило. Хрен там, никто на 50 лир не приезжал. Нашли мы, короче, одного таксиста, говорит, 150. Я такой, ну ладно, мы же хотим потусить, куда-то съездить, не будем, мы же, блин, сейчас зажадиться. А там 100 лир, это по нашим деньгам, это где-то 150-160 гривен. Ну, короче, туда мы доехали за 150. С таксистом реально, блин, чуваку можно сниматься в фильме, блин, такси. Так, да. Что он не вытворял там? Он так фа-фа. Просто, блин, по рогу стучит, руками махает. Ну, вам немножко показали его. Да, малому одному по щекам надавал, другому денег дал, у бабки яблоко забрал, поподрезал. Там мы едем, этот, машинист вместе со скутеристом клепаются, махаются. Может, это нормально для них? Подрезают настолько, что у нас бы, я не знаю, наши бы уже чокнулись бы. У нас бы половина людей сказала, я больше за рулем Вот, если бы я здесь жила, я бы не ездила за рулем. Опасно очень. Они так вообще, вот так, вот так подрезают, в такие щелки влазят, что думаешь, блядь, а машина не проедет? Нет, проедет. Он как-то туда лазит, дайте, как в фильме Гарри Поттер был автобус, он так сужался в узенькие, расширялся. Самая, кажется, машина временами на стол уже, вот так едешь такой, да не, ну не пролезем. В смысле? И с другой стороны бордюр? Боже мой. Ну, короче, ребят, сейчас покажем, что мы накупили. Купили дохренище. Чего? А назад, что вы понимали, уже идем, едет таксист по рынку. Он с меня взял 220 ливень, туда за 150, обратно за 220, но я уже не начал. Мы его просто сразу тормознули и все. Да, я уже не хотел, можно было торгануться, я думаю, что я бы ему сбил минимум до 200, а может даже и 150, но уже как-то не знаю, я немного уже уставший был, уже не хотел этих вот там лишних 100 гривен, я уже правда, город для меня неизвестный, я понимаю, что если у нас хотя бы Uber заказать, он, блядь, приедет, и если для нас он дорогой, то тут нереально даже дорогой заказать, он не едет по определению, этот дорогой Uber, и нужно заказать, то есть просто вот своей мордой вставать так, и он смотрит, о, иностранец, блядь, привет, 50, не, не, 150, 220, и говорю, ты чё, блядь, до свидания, и капец какой-то, короче, показываем наши покупки, накупили мы, главное потом как-то забить чемодан, аккуратно так, по весу, не перевеличить, что-то взять с собой в руки, что-то на себя, под себя, ну, короче, надо будет что-то думать, итак, ваша любимая рубрика, первый лот, турецкий распаковка, турецкий распаковка, первый лот, такая вот сумочка, котик, так показывай, потому что они, сумочка, луи виттон, турецкий луи виттон, оригинал, турецкий оригинал, вот такой снежки, с розовым ремешком, качество хороще, вот, да, хорошее качество, взяли мы её, короче, торговали за 300 лир, 300 лир, там посмотрите, по курсу своему, сколько там эта лира, ну, короче, 300 лир, это, давай так, чтобы было проще понятно, я вам сейчас скажу, в долларах, в долларах все понимают, так, турецкая лира, меняем на, так вот, если мы говорим 100 долларов, это 1600 лир, 100 долларов, то есть, значит, это мы купили, за сколько ты сказала, за 300 лир, да, луи виттон мы взяли за 20 баксов, почти, 20 баксов луи виттон, короче, 500 гривен по-нашему, сумка красивая такая, вот, смотрите, 500 гривен осей, вот такой луи виттон, у нас, конечно, такой луи виттон сложно купить, потому что нас вообще, либо не подделывают, либо так на витрине хрен встретишь, ну да, вот, такой вот луи виттон, дальше, потом выторговал за 200 лир, вот этот Снежке понравился медведь, он говорит, 300, не, Валера, я говорю, я уже прошаренный, я говорю, он 250, я говорю, не, чувак, за 200, я уже брал коричневый, такая же самая коричневая, говорит, цвет не такой, черный дороже, что ли, ой, Валера, бля, на фабрике одинаково все печатается, короче, тудин-сюдин, за 200 лир торговали эту сумочку, и того это 12 баксов, вот такая, мочи-ни-мо, не знаю, это, наверное, тоже какой-то бренд или не бренд, что единственное я взял себе, ну, единственное, чувствуется, что это, конечно, не оригинал, но сторговал ей за 500 этих лир, это в гривне сколько? 500 лир, это 30 баксов я их взял, 30 баксов, это, ну, 800 гривен, не дешево, конечно, но это, типа, копия под этот, типа, изики, под изики, ну, просто я взял их, потому что снежке понравилось, что они под цвет моей одежды подходят, у меня цвета такого нету, и мы решили, ладно, уже такие быть, хотя я больше, ну, для себя особо там что-то практически не выбирал, я как бы видел, как снежки глаза светились, а больше для снежки там. Там вообще все мне купил, Андрей, я говорю, давай в другой день поедем, тебе туда посмотри, вот уже закрывалось уже, все, Андрей говорит, да нет, ну, я-то, типа, так, ну, прикольно, да, вот, снежки нравятся, мы покупаем. Ну, мне очень приятно, то, что Андрей сегодня поехал. Я сначала думал, что тысяча баксов будет много, но, вы знаете, мы потратили очень много, мы там купили, снежки, такие тапки, я сейчас вам покажу. Спасибо, я очень. А, конечно, тапки такие, бомбические, дальше, еще один кулек, о, вот, вот эту еще мы режу, ей сумочку взяли. Вот такую еще сумку взяли. Вот, это вот стоило, вот, 20 баксов. Ну, такая. А, каких 20? Меньше. 200, 12 баксов, 12. Коричневая и черная. И вот такой снежке очень понравился Louis Vuitton. Очень как оригинал. Вот такая, девчонки, смотрите, сумочка. Хорошая сумка такая. Ну, качество, как... Ну, недорого она стоила. Качество прикольно, вот, отщелкивать, вот так, бац. Внутри все красиво прошито. Такой Louis Vuittonчик, типа. Ну, типа, вы поняли. А кто там будет знать? Мысль переплачивать вообще. Не, ну, типа, кто-то бренд там, ну, я сейчас посмотрю. Ну, это же вещь, ну, блин, сегодня она нравится, завтра не нравится. Да, очень качественно сделано. Вот, правда, вот, что-что, вот эта вот сумочка прям... Постарались. Копия хорошая. Взяли мы ее за... Блин, чтоб не сбрехать, по-моему, в Лирс 300, по-моему, я ее сторговал все-таки. Это где-то за 20 баксов. Ну, сумка классная. Дальше. Вот такую мы снежки еще взяли. О! Вообще-то, Андрей, тоже понравилась такая. Кристиан Диор, я думаю, много таких-то сумки видел. Вот просто очень офигенно выглядит. Тут даже этикетка есть такая. А, ну да, нифига себе, даже этикетка. Кристиан Диор мы взяли за... тоже за 300 баксов. Ой, за 30 этих лир это 300. Ну, 20 баксов, короче. Внутри, покажи хоть какая. Оригинальная, не знаю, сколько бы стола, или оригинальная бы стола тысячи? А по виду она такая же, по факту. Ну, не прям такая же, я уверен, что у кого оригинальная не скажут, вы что, блин, сравнили говно с пальцем и так далее. Но, я скажу так, за 20 баксов... Не, ну, хорошая. Это просто шикарное качество. Шикарнейшее. То есть, цена-качество здесь просто на высоте. Вот тут, конечно, ни с кем не поспоришь. Она такая. Можно просто, блин, открывать бизнес, на самом деле, закупать здесь такие шмотки, у нас продавать, и девки будут просто ходить с Кристианом Диором. Да, с паленкой будет. Но, ребята, за эти бабки паленка шикарная. Вот, поэтому плотненько все очень хорошо сделано. Как они это делают, я не знаю. То есть, они берут оригинал, начинают перешивать что-то, ну, хорошее, блин. Очень хороший. Вот такая вот у Снежки будет еще одна сумочка. Вот эти дорогие тапки. Они стоили, на самом деле, там, по пару тысяч гривен. Вот, девчонки, смотрите, какие. То есть, эту мы брали, и она что стоила где-то 700 лир. Такие нарядные. Это где-то 45-50 баксов. Здесь 45-50. То есть, они вот здесь вот уже стоят по факту, сука, практически, там, до полторашки гривен. Тысячи двести. Хотя, я уверен, в наших магазинах это 100 баксов минимум бы стоило. Да, я думаю, да. Тысячи две-три. Может, дороже, а может, даже дороже. Это три минимума. Три минимум. Да, три минимум. Именно в лавине, да. Они особенно на свету так переневаются, ребят. Ну, Снежки очень понравились. В торговом центре дорого бы стоило. Вот, аккуратненько каждый кулечек положить. И вот такой еще, девчонки, смотрите. Здесь идет такая сеточка. Вот, видите. И не такие удобные очень. Каблук такой большой. Классный очень, короче. Это стол где-то плюс-минус все, стола 50 баксов. И вот такие вот еще 50 баксов у тебя. Ну, это такие сюда, которые я показывала только. Дальше, потом аккуратненько. Красота. Дальше. Также мы еще взяли вот такие, Снежки-тапульки. Вообще, вот это очень красиво. Я такие сейчас покажу. Вот такие туфельки. Это одни. Вот такой бакс здесь красивый. А вот вторые. Такие же, только здесь просто по-другому чуть-чуть они сделаны. То есть, здесь такие вот бусинки еще добавлены. И вот такие сумочки. Вот такая сумочка. Она запечатана просто. Вот, девчули, вот такая еще. Переливается очень красиво. И вот такая. То есть, это под туфли все мы взяли. Она, короче, засвечивает чуть-чуть. Но ничего, все равно видно. Красиво очень. Вот так вот она выглядит. Такая нарядная сумка. Под эти туфли, например. Что, котик, все? В смысле? Там мы еще были покупки у нас. Какие? На голову мы брали такие штучки. Пах, где они? Взяла вот такой обруч себе еще. Красивый очень. Потом такой розовый еще. Тоже очень красивый. Андрей там сторговался немножко. Да, я везде торговался. Да. Вот такой еще бирюзовый. А, конечно, в чем мне так не сможете? И вот такие вот еще. Я уже не хотела этого. Два обруча. Так, еще не все, да, по-моему, котик? Или все? А, еще рахат лукум тут у нас. Покажи, какой. Нет, это не рахат лукум. Это пахлава. Это не рахат лукум. Русы там такие вот шоколадные, там, фисташковые. Взяли попробовать такое. Видите? Такие коробочки. И такая еще вкус. И вот такая. И еще вот такая. Четыре вкуса. Инфициальная турецкая уличная еда. Ну, в общем, вот такие у нас сегодня покупочки были. Спасибо большое, котик, тебе, что ты сходил со мной. Мне очень приятно, повыбирал все. Купил мне такие подарочки. Это на Николайчика, да? Подарочки. С Николайчиком, да. Спасибо большое. На самом деле, для мужчины это очень сложно ходить, выбирать одежду, либо там обувь какую-то. Мучительно, да, котик? Я вижу. Но ты справился. Достойно. А мне очень приятно. Сейчас будем отдыхать тогда. Если что, уже завтра в Андрюшке будем делать пересадку, да? Теперь я вот сейчас все буду складывать. Красиво, может, пока уже понемножку как-то думать. Красота какая у меня вообще. Ты шо? На все праздники можно одеться. 6.40 утра. У них и на ночь, и в самого утра. Просто на весь Стамбул. Тут численность 15 миллионов. Это звук с отеля. Непривычно. Вчера ехали на ночь было, и в обед, и в утро. Мне не знаю, сколько раз это происходит, ребята, то шарик. Но тупо на весь город. Со всех колонок. 7 утра. Идем с Андрюшкой на завтрак. Привет, Тули. Все послушали, как бы, это доброе утро от Турции. То есть молитва прочиталась, так что можно идти кушать. Сегодня день операции, Андрей. Поисся, котик? Да, нет. Нет? Да, нет. Все, пошли кушаем. Сейчас посмотрим, что здесь кушать можно. Турецкий стол здесь такой. Конечно, все под стеклом. Думаю, что сейчас коронавирус. Но очень много всего вкусненького здесь есть. На завтра даже фрукты есть. Класс. Хлебушек. Можно тост себе сделать. А здесь у нас горяченькое. Класс. Сейчас покушаем. Приятного аппетита, котик. Перед операцией нужно хорошенько покушать. А за нами сидит человечек, которому тоже делали пересятку волос. Вот, смотрите, что у нас на завтрак. Взяли сыр, такую колбаску. Супчик я себе взяла. Потом овощи с сыром, я так понимаю. Здесь, Андрюшки, еще все сисончики. А ты же похвалу, наверное, сделал похвалу? Наверное, похвалу. Так ты сейчас сладкое лучше не ешь. Ты лучше соленая поешь сейчас. Добрались в мою клинику, в общем. Сидим, ждем. Да, пообщались мы, в общем-то, по поводу такси. Рассказали, то есть, взули нас, конечно, как этого. Ну, из-за того, что иностранцы, не шарим. А тут, оказывается, он уже просто сел в такси. Показываешь. Включают аксометр и поехали по адресу, а не вот это договариваться. А так, получается, мы вчера должны были заплатить 50-60 лир. А заплатили 220 и 150. Да. Туда и обратно, пав. Вот и все. Ну, ничего, зато на опыте. Ну что, идемте, в общем-то, уже. На обследование. На обследование, обсуждение и будем делать операцию. Здесь так, смотрите, в клинике самой. Здравствуйте. Эй. Алло. Наш хирург. Чай, лиси. Ты не сможешь переводить, правильно? Да, да. Сначала хочется посмотреть в этот затылок. Все. Вот так, да. И потом посмотрим, как будет после, через год уже. Как хорошо, что у нас есть личный переводчик. Очень удобно. Потому что мы сами ничего не понимаем. Андрюшка одевает такой халат. Черный. Сейчас будут стричь его, брать тесты на разную анестезию. Нету такой пустоты, и тогда уже будем приступать к операциям. Фоткают Андрюшку. Это было и не то, и после. То есть мы спалкиваемся с этой стороны. Угу. Окей, turn right. На право, на лево. Тут таблички, да, что-то не хватает. Turn right. Да. А это в тюрьме. Да. Сзади, ползади. В новую зону, в заднюю часть. Back. Угу. И голую, может, и назад. Назад. Как вы не имеете? Или сдаваться на таблинике, да? Да, да. В тюрьме, да. Там, в тюрьме, окей. Приступаем к стрижке. Сейчас первый раз тебя увидишь, Лейсен, котик. Должно появиться сейчас по блеям лапаса прям, да? Да. Ну, то есть через днёк, а именно донышка же она будет брить вытюйцов. Тоже красавчиком. Ну, всё. О, так теперь идёт. Хе-хе-хе. Идёт? Серьёзно? Серьёзно? Сейчас с другой стороны только сбреют ещё. Ничего себе с бордой хорошо теперь. Хе-хе-хе. Так, и так необычно. Реально. Какой красавчик. Необычно. Да, но прикольно. Здесь Петер с бордой не дойдёт. Там вообще всё электрюром так же надо. Вообще классно. Все улыбаются, но это что-то понимают. Эксперименты. Хе-хе-хе. Ещё голову помоют вообще. Хе-хе. 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 Это пока донорское 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 донорское. Сам чертёв будет после сбора. Это откуда будут забирать волосы, получается, да? Вот отсюда будут забирать волосы. Дальше очищают кожу. А потом будут колоть анестезия уже. Потом будем ждать минут десять. И будем приступать. Андрюшку укрываю. К реялкам. Чтобы не замёрз. Вольно? Ну, терпимо. Пред анестезия даже. А, ещё она не анестезия. Ещё пред анестезия. А потом уже анестезия будет. А что за анестезия? Микс. Всех трёх. Ха-ха-ха-ха. Ты сейчас серьёзно? Нормально будет сейчас Андрею. Три анестезии сразу. Накололи. Теперь ждём. Какой у нас следующий процесс будет сейчас? В процессе надутья будет. То есть, с анестезией вместе будет та же самая проверка. Чувствует, не чувствует боль. Потом будет надутья. То есть, чтобы легче было брать волосы. Вот таким микромоторчиком Андрюшки прокалывают пути, чтобы забрать потом волосы. Графты. Графты, да. Не, ну ничем не чувствуется, ребята. Я вам скажу. Как и любой, наверное, процедуре, самая, наверное, неприятная. Это анестезия. Ну, потому что вводится. Но сейчас ты его, знаешь, лежишь и вообще типа не паришься. Вы же понимаете, что на живую кожу это никто не делает. Конечно. Ну, с ума сойти. А так все. То есть, накололи, надули голову. Как они называют. То есть, это какая-то жидкость еще тоже вместе с анестезией. Вводится для того, чтобы легче было потом достать эти все графты. Аккуратненько достается пинцетиком. То есть, там не нужно убивать? Да. Протирает. Все. И смотрит, какие волосы у Андрюшки. Он сейчас смотрит, волосы достает? Да. Пинцетом? Да. Ты не чувствуешь ничего? Нет, вообще. Но я чувствую, как анестезия на голову всю. У тебя же так хорошо достали волосы. Прямо до лба. Много достали. А он достает уже? Да, уже много достали. Ничего не чувствую, вообще. Видишь, как хорошо. Половинка уже есть. Операции. Спасибо большое. Сейчас Андрюшка перекусит. Немножко отдохнет. Первый этап прошел. Мне все отлично. На самом деле, как и думал, самое неприятное. Это вот анестезия. Ну, это всегда так было. А дальше просто лежишь, то есть, главное просто подождать. Сейчас, в общем-то, пойду покушаю. Что круто в этой клинике, что, в общем-то, уже иначе не нужно палиться. То есть, заплодим. Ты сейчас так на султана поколешь. Такой стрижкой. И сейчас, в общем-то, можно пойти, передохнуть, покурить. А потом уже удобно будет, знаешь, что я же буду пересаживать спереди, я буду уже лечь на затылок, ты лежишь и уже тоже поколят и не палишься. Следующий этап, это у нас проводят чертежи. По какому контуру будут волосы вставлять уже. Вот такой художественный процесс. Он сходит. Чтоб красиво было. Ой, ничего себе, куда-то наращивать тебе. Будешь волосатый. Будешь волосатый. Красивый контур такой будет. И с бородой соединяться будут. Так как ты их хотел. Ничего себе, красиво будет. Классно сделали. Вообще, будет красиво. Прорисовали так. Сейчас выберешь под перекус. Что у тебя на обед? Рис. Мясо с картошечкой. Ммм. Ммм. И это похоже на омлет, наверное. Это йогурт. Йогурт, да? Да. И тюфтельки. И тюфтельки. Не, ну круто. Приятного аппетита тебе. Очень круто. Не начали, знаете, вырывать все волосы по голове сзади. Потому что они говорят, Андрей, мы можем вырвать и больше. Но мы хотим, чтобы у тебя затылок остался красивым. И не повредить соседние луковицы. Короче, чтобы у тебя все зажило. И когда ты в будущем, еще спустя 8 месяцев, ты, если захочешь, мы снова возьмем и снова пересадим. Чтобы видеть, как по статике будет. То есть нужно всегда знать меру. То есть они взяли максимально, сколько сейчас можно, чтобы не нарушить ничего. И, в общем-то, я что думал, что мне только вот в двух местах нужно волосы спереди насаживать. А оказывается, у меня еще и тут большая тоже залысина. И с этой стороны залысина. Для того, чтобы получилось красиво, сюда тоже уйдет много волос. Получается вот повернись, чтобы с бородой сливалось. Вот видите, контур. Вот. И тут мы посмотрим по месту. То есть, если останутся какие-то волоски, то мы все-таки чуть-чуть сделаем какой-то контур по бороде. Если не останется, то мы хотим же не просто чуть-чуть посадить, тут будет пусто. У нас сейчас цель голова. Да. Мы хотим максимально все правильно тут сделать, чтобы потом в второй раз уже ничего не трогать. Чтобы было красиво, плотно. И если уже не останется, то уже спустя некоторое время, то есть, говорят, хотя бы нужно месяца 8. И я уже потом приеду и сделаю именно бороду. То есть, уже там подживет. Чтобы густая еще борода была. Да. Вот. А так пока все. Пока кушаем, набираемся сил и будем идти уже на посадку. Вообще класс, я уже жду. На финальный этап, который будет длиться тоже. Сколько по времени будет? Уберите во внимание, что… Андрей даже поспал здесь. Вам реально тут ничего напряженного нету. Чуть-чуть подождать, пока вам уколят анестезию. Все. Дальше просто лежите на правом боку, на левом боку, лицом вниз. Кушетка удобная. Я даже уснул. Вот. Потом говорят, все. Андрей, просыпайся. Можно перекушать. Покушал. Все. Пришел. Уже лег на спину. Можешь в телефоне посидеть. Можешь лежать снова спать. Теперь снова там немножко анестезии накололи. И дальше продолжает уже в общем там пересаживать волосы. То есть в итоге наверное все. Но мне уйдет может там вокруг да около часов 7-8. То есть это с учетом там покушать там. Отдыха. Ну то есть денечек. Ну это вообще. Какой стильный халат у тебя. И шапочка. Все. Я кушаю, поэтому я уже жду. Вот такой сейчас контур Андрюшки. И потом уже покажу, что получится после операции. Ты готов, Кадик? Да. Все. Поехали. Как красиво. Контур уже сбоку. Сейчас покажу вам немножко процесс. Что здесь происходит. Такой быстрый. Все на автомате. Тут заряжают патроны. А тут вставляют. Как ты себя чувствуешь? Шикарно. Шикарно? Вообще, ребята, если честно. Никаких неприятных моментов. Операция окончена. Если хотите Андрей, сами поднимите. Если хотите, сиденье поднимите. Только вам нужно потихоньку. Смотрите, какой контур красивый. Мы можем сначала как-то травы снуть. Очень красивый. Если вы себя хорошо чувствуете, то можем снять. Котик, ты красавчик. Выдернулся, молодец. Красиво очень получилось. Ну что? Не, ну котик, ты был красивый. Теперь еще красивее стал вообще. Смотрите, как красиво получилось. Вау. На самом деле, ничего страшного, я вам скажу, ребят. Если есть огромное желание и возможности. Смотрите, какой контур сбоку. Я вот ни капли не пожалел, что мы поехали в Турцию. Они сделали это у нас. Сейчас я заматываю. Там намазали мазю сзади. Там, где брали волосы донорские. Сейчас уже лепят. Потом в душ шевелённой ходить. Да, да смотрите, уже видно немножко. Класс, очень красиво. Что, идем сейчас кушать с тобой? Ужинать уже. Андрюшке замотали голову и смотрите. Это наш сюрприз. Это что такое? Это сайт на 6 месяцев. Здесь есть 4 шампуня. Это витамины. Это озоновое масло для донорской зоны. Это масло для всей головы. Это мезотерапия. То есть, мы прилетели в Турцию, мы выбрали нас. И это наше спасибо вам. Спасибо большое. Вау. То есть, по факту, весь этот курс, который у меня сейчас будет проходить, я уже ко нему готов. То есть, не нужно ничего покупать? Да. Круто. Спасибо огромное вам. Я в шоке. И сколько в Турции приветливый народ? Очень красивый набор такой, еще огромный такой. У меня тоже столько косметики нету. Для волос. Как у тебя теперь будет. Спасибо большое. Дали такую моднялую панамку. Главное ее не натягивать. Это потому, что на улицу нужно выходить, чтобы там дождик не капал. То есть, помещение уже можно ее снимать. А если на улицу выходить, то чтобы на голову в ближайшее время ничего не капало. Да. Не, вообще круто. Ребят, еще, короче, будет крутой бонус. Кстати, они делают операцию не только мужчинам, а еще женщинам. Передо мной была девочка, у которой был высокий лоб. И она себе, в общем-то, пересаживала тоже немножко затылка. Причем ее даже не были на лысо, ничего. А еще и брови могут пересадить. Я в Instagram у них видела. Прикинь, котик. Да. Пришли покушать. Сейчас покажу, что мы заказали здесь вкусненького. Андрей воды себе взял побольше. Ему сказали, пить нужно очень много воды. Сказали, да. По 4 литра в день нужно пить. Напью себе водочки. И вот такая у нас красивая пицца на ужин. Вкусненькая. И фреш натуральный. Смотрите, какой эффект крутой. Вообще. Ну, эффект вы увидите позже. Пока что вы увидите только посадку волос. А потом уже через полгода лоб. Ну, оно практически видно, именно по контуру видно, как оно уже сделано. Потом будет больше нависать на лоб волосы. Лишь не будут тут, они будут чуть ниже. Нет, ты потом стричься будешь. Ты потом пострижешься красиво, например. Потом. Мне пока до стрижки еще далеко. Можно к барберу пока не ходить. Олешка, привет. Это наш барбер. Не наш, а мой. Андрюшкин барбер. Ты у него не стрижешься. Рыбка тут у нас. Салатик такой красивый очень. Это у нас бургер в лаваше необычный такой. Смотрите, с картошечкой даже. Приятного аппетита. Да, и тебе, котик. Потом будем отдыхать идти. Всем доброе утречко. Пришли с котиком на завтрак. Сегодня, конечно, немножко ночка была тяжелая, потому что было неудобно спать на спине всю ночь. Ну, хочется каждый раз, типа, так неправильно повернуться, чтобы не испортить результат. Как вы же понимаете, первые дни очень важны, потому что волос приживляется. Вот это вот трогать там или... Ну, я трогать не хочу, но не чешется. Хотя говорили, что может быть зуд, но пока у меня зуда никакого нету. А вот именно вот как-то лечь по-трогому. Вот хочется. Особенно я привыкший спать на животе, на боку даже больше. Сейчас покажу, что у нас будет на запах. Вот такой картофанчик вкусный у нас с сосисончиком. Я сосисоны люблю очень, да. Андрей сосисоны взял. И яичко. Яйки. А у меня картофанчик тоже такой. И супчик. Я вчера такой супчик кушала, мне очень понравился. Взяли еще сок себе. Ну, а если вы тоже кушаете, то приятного аппетита. Сегодня, кстати, поедем Андрею снимут повязку. Помоют голову. Научат как ее мыть правильно. Да. Некое время. Приехали в клинику помыть голову Андрюшке. Чтобы привести его в порядок. Он и так красивый. Сейчас вообще чистенький. Окей. Берем лосьон. Такая пенка. Сначала лосьончиком. Сначала лосьончиком. Не двигаем не вот так, а прижимаем сверху. Угу. Ну, это как показывают, да? Да. Как показывают. А там где именно пересадили. Это у меня тоже лосьон тут есть. Да. Это ваш лосьон. А это мы лосьон строим. Угу. Не двигаем рукой, а сверху прижимаем. Угу. Чтобы не растирать. Да, чтобы не растирать. Первые 10 дней моем голову так. Угу. Сначала делаем лосьон. Минут 10 держим лосьон. Угу. Потом смываем. А потом шампунь, да? Да, потом шампунь. В принципе, таком же самом. В принципе, таком же. Сейчас нет. Чуть-чуть по-другому. Сейчас объясним, да. Угу. По ходу действий. Следующий этап у нас сейчас сделали лосьон. Подождали минут 15. Угу. Сейчас снимем заднюю повязку. И смоем лосьон. Угу. Угу. Вода должна быть более прохладной, чем горячей. Удобно, когда есть человек, который вот... Мальген, спасибо тебе большое. Который вот все тебе переведет, все объяснит, все расскажет. Потому что для меня реально была самая большая вот проблема. Думал, если я пойду в Турцию, как я тут буду с кем-то говорить. Как люди меня поймут. Вот так вот. Снимаем повязочку. Хорошо, так отошла повязка. Да, она чисто кожа прилипла мне в голове. Угу. Угу. По-моему, здесь здесь с крана, то есть воды нет, вот через руку. Угу, только пальчики. Угу. Вижу. Чувствуете, да, температуру воды? Да, она такая, прохладненькая. Да. То есть чуть-чуть ниже комнатной температуры. Ну и прям холодная. Да, прохладная. Теперь на такую, можно сказать, мочалку тоже брали. Ее мочим. Это еще один лосьон? Это шампунь теперь. А, шампунь? Да. И пенкой смываем. Ага. Первые 10 дней моем голову так. Угу. Это можно каждый день, да? Да. Это каждый день. А дальше после 10 дней там уже может быть попроще, да? После 10 дней уже можете как обычно моем голову. То есть там рукой, там потело чуть-чуть. Он уже прижил из этого времени. Да, конечно. Так аккуратненько мочалочка. Андрей, видите, как делают. То есть и сбоку можно прижимать. Не тереть, а вот сверху вниз так прижимать. Угу. Ну я поняла, да. Он сейчас везде прижимает чуть-чуть, да? Чтоб точно попало это прям к голове. Да. То есть если мы будем тереть, мы просто возьмем и вырвем. Ну да, понятно. А это сверху, наоборот, мы их лучше делаем, прижимаем. Угу. Это холодно и хорошо быть. Ага. Освежает, да? Угу. И опять же сушим волосы, можно колотейчиком. Аккуратненько прижимая сверху. У нас сильно просто шоколад. Да. Я говорю, Садочка хочет молоку я себе взаглоку так. Угу. А мы то закмотаем, да. Или же феном, но сдалека, плюс холодным воздухом, не горячим. Да, у нас холодный. Там у нас есть холодный воздух, удобно будет. Чтоб не трогать волосы, холодный воздух вздалека. Да. Все, пациент готов. Ярьян. Помыли его. Сзади у вас нет кривотечения, поэтому нет нужды перевязывать сзади. Ага, хорошо, типа дышат кожу и заживают. Видите, как сзади рано. А теперь это очень любые вещи. Так вот. А ну повернись. Ну все, теперь ты красивый. Это что за Дед Мороз? Котик. Мне нанесли, в общем-то, что это у нас, лосьон? Пенка. Пенку. Для того, чтобы корочка отходила. Да, потому что корочка должна отойти. Говорят вообще, ну, в ранах корочку, говорят, не срывать. Но здесь другой принцип. Потому что если корочка будет, то они будут полосы дышать. У нас сегодня уже третий день после операции. Второй. Второй? Да. А, да. Первый день после операции, сегодня второй день после операции. Как ты себя чувствуешь? Намного лучше. То есть еще первый день чуть голова была такая, чуть чумная. У Андрея даже отеков особо нет. Это бывает? Есть. Ну, чуть-чуть есть. Ну, чуть-чуть. Не, ну, есть варианты, когда у людей вообще там рыбка-фугу. Ну, мне немного. Ну, плюс еще надо не забывать, что волосы пропали. И тебе кажется, голова более круглая. Вот, так что мы нанесли. Снежка, по-моему, помогала, нанесла мне этот лосьон. Надо сейчас ждать минут 15. Сейчас, ребята, пол седьмого утра. Я вообще не спал. Я кручусь, мучусь. А проблема в том, что я не могу спать, как всегда. У меня привычка спать на боку, на животе и все. Я по-другому спать просто не могу. А, как вы понимаете, по такому способу я спать не могу. Поэтому надо, то есть, себя выматывать до такого состояния, что можно уснуть и стоя. Вот, ну, короче. Идем пока. Мы решили время не терять. Снежка мне нанесла на голову. Потом будем, как нас учили, смывать водичкой. Через пальчики, как вы видели в прошлом видео. Это будет другое уже видео? Нет, это не в прошлом видео, а в прошлом кадре, да. Мы просто в больничке тогда показывали, как мы... А сейчас я Андрею сама делаю. И потом пойдем на завтрак. Сейчас полседьмого утра. Пока туда и сюда. Завтрак с семи утра. Потом на рынок еще сходим. Рынок в конце. Но мы хотим сегодня, да, поездить по разным точкам. Мы уже поняли по такси. Мы уже поняли, как... Вот мы тогда ехали за 15 лир. 15, мать его, лир мы доехали с точки А в точку Б. От этого, с отеля в торговый центр. За 15. А сегодня мы за сколько доехали? 15 лир. Сегодня за 15. Ну, туда мы доехали за 15, и обратно за 15. А так с нас брали, блин, 150 лир. И 220. И 202. Вы прикиньте, вот насколько они вообще, то есть... Есть просто люди еще разные? Да. Ты как уезжаешь? Нет, подошли там сразу такие. Оп, так все, видишь, что иностранцы. Ну, мы же можем не шарить их внутренние правила. И они там как ляпнут, и такой, ну окей, поехали. А тут официально все таксишки желтые. И ты просто видишь, адрес куда ехать, и он обязан туда поехать. Кстати, мы узнали такую новость, чтобы здесь быть таксистом, нужно заплатить 200 тысяч долларов. Чтобы купить, получить официальную лицензию. Никто ее еще ни разу не покупал. А, да? Да. Ну, короче, лицензия здесь... Мы уже искали, что если ее купить, то у тебя, будешь ты платить, дети твои, правнуки, деды. А я говорю, а как же катаются эти предыдущие? А это все старое, типа, лицензии, старые машины. То есть, вот, кто когда-то еще купил лицензию, вот, он до сих пор так и работает. А вот, если ты хочешь быть как новый таксист, ну вот, хочешь работать, 200 тысяч долларов. Лицензия, представляете? Пожизненная, пожизненная лицензия. То есть, ты ее покупаешь и больше никак в жизни не платишь. Ну, никто ее не покупает. То есть, по факту, вот, ездят только те, которые вот уже просто старожилы, которые там давно успели купить себе как-то там дешевле, когда было, и все. То есть, новых таксистов не появляется. Но таксистов все здесь много. Вот. Ну, короче, мы здесь еще два денька побудем. Сегодня и завтра там планируем где-то там до часов, может быть, с шести там потусить вечера. Потом поедем, в отель заедем, в аэропорт где-то в семь. Самолет у нас в десять. Но мы планируем пока там, чтобы лучше заранее чуть приехать. Плюс, да, плюс огромный аэропорт в Турции. Поэтому там будет где полазить. Вот. Где-то часик хороший, полтора спокойно. И потом уже готовиться к посадке на самолет. Да, ну, вообще-таки у нас дела. А еще у нас, короче, после аэропорта встретит подписчик. Ага, вообще классно. Он увидел столик, где мы очень жестко возмущались. Таксист какой-то ненормальный, 170 км в час летел. Ладно, ты сам ездишь. Хотя я сам лучше так не езди. Я уже ему сказал, дружище, можно вам медленнее. Потому что он сказал, окей. И это говорит, здесь хотите, типа, с радостью вас подвезут домой. А вообще, кому интересно следить каждый день за Андреевой прической, то подписывайтесь на его инстаграмчик. Буду выкладывать, да. Да, потому что на ютубе видео выходит не так часто. А вот в инстаграме Андрея там каждый день себя снимают. Ну, я где-то, я буду временами, то есть где-то фиксировать результаты, показывать, что произошло. Да. То есть мне объяснили, чтобы я не волновался. То есть сейчас будет так. Потом волоски будут растать. Потом где-то на второй месяц, плюс-минус, месяц-два, будет шоковое выпадение волос. То есть все, что якобы нарастили, оно все отпадет. Но отпадут именно верхушечки, кончики. А луковицы же в голове останутся. Потом снова будут прорастать. Потом, возможно, второе шоковое выпадение волос. Но это не точно. И оно будет по чуть-чуть, по чуть-чуть прорастать. Буду фиксировать результаты. И, как говорил мне врач, то есть где-то за полгода, то есть если считаем, что сейчас декабрь, то это в июне, да, будет где-то 50% волос. Вылезет 50%. То есть еще даже не все. А вот за год выйдет уже, в общем-то, 100% волос. Ну, а на Андрюшкин инстаграмчике я оставлю ссылку в описании, кто еще не подписан. Сегодня должны считать мне гарантийный талон. Гарантия на то, что если волосы не вырастут. Да, они либо вернут деньги, если ты хочешь, либо они сделают, ну, то есть ты такой, мне не нравится ваша клиника, два тебе денег. Ну, утрировано. Окей. Типа, либо давайте, ребята, еще раз, потому что что-то странное. Ну, а он говорит, что такого ни разу не было. Но мы чуть попозже еще прилетим сюда, через 8 месяцев. Ну, минимум, да, я думаю, планирую. Ну, не скажи, почему 8, потому что, чтобы нормально все было. Вот у меня есть донорская зона затыла. Вот. И он неплохо заживает. Ну, то есть, я посмотрел, он не настолько страшный. У некоторых даже кровь была, а внутри не было. Да, у кого-то вообще, что там шрамы даже делать. Есть какой-то другой метод. У меня же там последний метод там делали, пересадку. А я смотрел, есть другой метод. Там такой более, там вообще целые такие, аж зашивают голову. Ну, как вставляют и зашивают. Ну, вообще не сильно мне правило, как оно выглядело. Вот. У меня очень даже неплохо. Они сказали, что просто, чтобы нормально все это зажило, и мы могли еще туда взять. Глядя, что вот 8 месяцев такое полное хорошее восстановление, как будто как и было. И тогда можно из донорской зоны взять на бороду. Еще, еще, да. Чисто борода. У меня такой там хватает волос. Ну, а где на бороде немножко там, видите, тут. Нет, борода есть, тут, знаете, не всю бороду нужно. Ну, типа, вот тут контура, тут пустые места, какие-то плеши зарастить, и все. То есть, ну, тут такое моменты. Чтобы был полный комплект уже, да? Ну, типа, ну, чтобы знать, что тут тоже такое мелочи. Их же можно исправить, вот эти вот. Я даже чувствую пальцем пустое чуть-чуть. Вот тут вот контур поставить нормально. Вот. Ну, а мы сейчас идем завтракать, короче. Да? Сейчас мы идем смывать голову. А, еще смывать голову, так же да не пойдешь. Дед Марл, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, пошли бы уже время. Приехали с Андрюшкой в центр. Вот видите, баул парень тащит. Это у него там макулатура. У него бизнес. Да, это бизнес такой. Причем они хорошо зарабатывают тут. Еще на таком. Здесь очень сложно дорогу переходить. Могут сбить, а он тук-тук едет. Смотрите, какой уличная еда. Это мы сейчас приехали на площадь Таксим. Площадь Таксим? О, тут видишь, где продают. Каштаны. Нам говорили попробовать каштаны. А предлагают попробовать. Бесплатно предлагают. Окей. Нам бесплатно дали. Класс. Угостили. Ну, я ему даю. Ну, видите, есть турки, которые готовы на вас нажиться. То есть, как-то заработать на вас бабки. Вот как таксисты. Есть таксист, который нас вел вообще. Даже чуть-чуть скидочку даже сделал. Вот так же самое здесь подошел. Ну, я просто по всем видео смотрел, где Птушкин, где кто угодно. Ребята, это жать невозможно. Окей, давай. На орех похоже, да? Слушай, ты знаешь? Вкусно? Я тебе скажу. Попробуй. Вкусно? Это не так противно. Скажи. Как орех жареный. Даже вкуснее. На миндаль похоже. На горох похоже. И миндаль. Ребята, вас обманывали. Это вкусно. Это вкусно? Ну, значит, все зависит от вкуса, но... Класс. Но вкус непротивный. Поэтому, если будете находиться здесь в Турции... Заходите сюда и покупайте. Попробуйте. Я думал, что, честно, будет противно. Все нам как-то кривили, заговорили. А оно... Очень даже неплохой вкус. Скажи. На горох похоже даже. О, скажи. На вареный горох. Вот, если, чтобы вы понимали, что это... Вот, вкус каштана, как горох. А вот я их ем, как гороховую кашу. Еще такой сладкий. Ммм. Прекольно. Вкусно. Заходи, тут очень красивый ресторанчик такой. Здесь продают сладости. Мороженое добавляй, Снеж? Мороженое хочешь добавлять? Мороженое? Айскрим. Ну, давай. Да. Несут нам вкусняш. Ммм. Котик, как красиво. Класс. Красота. Спасибо большое. Очень красиво. Котик, а ну... Ну, это да, это пахлава. Да, пахлава. Мороженое. И еще какой-то слой. Красиво вывели. А ну-ка, как по вкусу? Первый раз такое пробуем. Ммм. Вкусненько? Ну, приятного аппетита. Я сейчас тоже буду пробовать. Пахлава мороженое. Это настоящая пахлава, туецкая. Да. Настоящая. Прямо с курсы. Сейчас что-то вкуснее здесь. Сейчас покажу вам немножко местной атмосферки. Трамвайчик вот едет такой, смотрите. О! Ну, идем, Готик. Сейчас мы их, денежку дадим музыкантам. Молодцы. Сидят, не бросят, а просто поют. Круто. Местный калорий. Здесь рай для девочек. Вау, сколько платья. Как красиво. Вау. Смотрите, сколько разных платьев. На любой вкус. Красота. Настоящая медовая пахлава. Мед аж течет. Это серьезно. Ё-моё. Представляете, такое съесть? Сколько здесь калорий? О-о-о. Такое все прям. Аж течет. Калорий бегут и бегут. Да-да, столько меда. Тоже вкусняки разные продают здесь. Настоящая шаурма. А сок как течет. Очень так симпатичненько выглядит. Класс. Нашли, Сандрюшка, тут христианскую церковь. Ну, похожа очень. Даже в центре, но очень похожа. Слова лишь хрест сверху. То есть, может быть, католическая церковь. Ну, то есть, не мусульманская точно по виду. Уж иконы какие-то есть похожие. Симпатично очень. Так смотрите, как... В то шарик можете написать, что это. Продают украшения всякие для девочек. Как по мне, это церковь. Вау. Сейчас зайдем посмотрим, что здесь. Смотри, как красиво. Вау. Ничего себе. Необычно. По всяких фильмах это сидят справа, слева. Ну, очень красиво. Свечечки есть. Можно поставить свечечку. Даже елочки поставили здесь уже. А вот смотри, класс. Вау. Какая красота. Смотрите, как пахнется. Ставаются вообще. Живая музыка. Ха-ха-ха. Тихо. Ха-ха-ха. 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 Гулялись мы в центре. И сейчас едем в голубую мечеть. Да. Султан Ахмед, короче, снова было такое с таксистами опять. Вначале едет чувак, говорю, мы сели. Говорим, Султан Ахмед, он говорит, 120 лир. Типа, мы что ли, нет. Он говорит, выходить. Окей, ладно. Я уже заказываю через Uber. Один уже говорит, за 80 или там 60. Он говорит, за 70. Окей. Я уже согласился. А потом едет вот парень таксист. Я ему махаю. Так улыбается вообще. Довольный такой, говорит, заходи. Я говорю, надо к Султану Ахмеду. Он говорит, за 40 поедем. А я смотрю, это реально хорошая цена. Так где-то будет тоже стоить 25-30. И все. И вот он сидит, как бы. Поэтому в Турции на самом деле, то есть, вот, есть как люди такие, типа, не сильно приветливые, но очень много таких, которые прям вот придут на помощь, подвезут и улыбнутся, и классно тебя довезут. Он говорит, такой, если что, я вам свой номер отдам. И если вам нужно будет такси, то с радостью у вас потом куда-то подвезут. Это очень приятный такой водитель. Нам попался. Да, и он улыбчивый прямо, то есть. Чуть помилей. Или бы хорошая семья, говорит. Вот. Поэтому едем сейчас в одну из главных тестопримечательностей. Это вот голубая мечеть, но они ее называют как Султан Ахмед. То есть это вот считается такая вот. Там еще одна мечеть на Проке встает. Так что сейчас посмотрим. А в конце уже планируем пойти уже на Гранд Базар. Да. Ну там мы уже показывали вам, поэтому снимать уже там не будем. Вот. Это последняя наша локация. Такая вот мечеть. Ну, думаю, да. Ну, может, поскажем какие-то вещи купили там на базаре. Вот. Так что вот так вот. Пока едем. Зашли мы, в общем, там мечеть Султан Ахмед. Но здесь так пусто. Здесь просто реставрация идет сейчас. И поэтому... А вот смотри, стихо, смотри на потолок. Вон. Вот сверху как. Вот, видишь? Вот такая была мечеть. А это пока металлические перекрытия для того, чтобы что-то там реставрировать. Ну да. Тут очень много чего современного для реставрации. Но видно, вот если по потолку, вот он, синий этот паянс. Ну, в общем, идем туда. Сейчас зайдем в другую мечеть. А еще одна будет? Напротив еще одна будет. А летом вроде бы открыто более. Здесь, конечно, ухоженно так все. Красиво. Даже пальмы такие, как будто летом яркие. Сейчас мы пойдем вот туда. Птичка. Привет. Купили снежки платок. Десять лет. Конечно, такой одноразовый, но без него никак не зайти. Аленушка. Заматывайте, Аленушка. Места зайти. Это же правило, надо покрыть голову. Все? Все вообще, блин, как на шоколадке. И теперь сейчас мы пойдем, в общем-то, вот в эту мечеть. Мечеть София. А здесь это же как в любую мечеть, когда заходишь, вот видишь, ноги моют, умываются. Это же как бы такие правила. Здесь много котов. Очень много. Да. Он кот тоже сидит. Тут уже красиво. Ну, они не против, если ты снимаешь на телефон, а вот когда только видят что-то более профессиональное, хоть у нас не сильно большая камера. Сразу начинается, типа, о-о-о, типа, опять разбываться. Здесь очередь. Ого. Ешкин дрен батон. Ой, как красиво. Ой, как красиво. Не, ну, ребят, это еще надо вам показать. Смотрите, какой купол большой. Все так засвечивается. Как тебе? Очень красиво. Тут такой купол. Покажи. Ага. Вот здесь красиво в мечети. Ну, на видео, не на реконструкции, поэтому здесь много еще можно увидеть. Такие красивые огоньки. И вот, что вижу в этой мечети, можно спокойно зайти как мужчинам, так и женщинам. Есть мечети, где там вход отдельно для мужчин, вход отдельно для женщин. Вот можно сюда и пройти. А есть, типа, где можно войти любому человеку. Классно, что можно на камеру снимать видео. Ну, по крайней мере, никто не подходит. Хотя, бывает, подходят. Да, потому что там нельзя было где-то снимать. Где-то мы ходили. А здесь куда? Это не какой трон, котик. Трон? Сылой какой. Здесь чисто, но босиком ходят. И тепленько, знаете, приятно ножком ходить. Да. Очень мягенький ковер. Доказали себе очень вкусный кальян. На ананасе. Кстати, руки одноразовые, они сделаны со стекла. Да. Представляете? Руки со стекла. Это одноразовые. Вообще, у нас такого генератора. Там вкус какой-то, альфакер, но это дубайский альфакер. И кальян получился 650 гривен на ананасе. Сейчас покажу, какой кальян. Вот сам кальян такой огромный, смотрите. Класс. Вот Андрюша, а вот просто кальяна. Вообще. Здесь такое крутое заведение. Очень классно. Она посоветовала. Бельгин, это парень, который нас сопровождает. И он видел нас не только по операции, он типа любит. Бельгин, посоветуй, куда сходить. Он говорит, есть классное место, которое вам точно понравится. Кальянки такие прям турецкие, а прям настоящие такие кальянки. Вкусное, вкусное. Он говорил, что в Турции, он говорил, что есть много такихся кальян. Он говорит, есть места, говорит, некоторые. Но здесь недорогой такой классный район. Мы все приехали, тут на геликах катаются. Такие вообще ренджроверы и так далее. Кальян вообще недорогой. Ну, что за 650 гривен. Сдрежат кальян. Тогда ураган. Покажи еще такие же кальян. С ананасом. Только вот нам с Андрюшкой принесли вот такие вот кальянки. Смотрите, какой вот. Охромный. Мы заказали еще себе пицца. Да, и в Минске нам принесли вот такие вот вкусняшки. Вот этот лаваш такой вкусный вообще. И лимонадник вот такой, смотрите. Крутое место. Красота. А вот моя новая сливочка. Такая красивая. А вот моя. А вот Андрюшкина. Луи Витон. Кожаная сливка. Ну да, это хорошая копия. Я не стесняюсь. Если хорошо, типа я не понимаю людей, которые, если покупают хорошие копии, зачем они что-то оригинал. Типа, господи, ну пусть это будет хорошая копия. Правильно? Да. Но кальян здесь просто шикарный. Здесь вообще круто очень. Все нормально? Да, все вкусно. Спасибо большое. Смотрите, какая красивая пицца. Столько зеленушки и сыр. Вообще шикарно. Сейчас будем кушать. Классное завершение мини-отпуска. Да. Кипят. Калечки пришли поменять нам. Прикольный. Класс. Спасибо большое. Мы уже думали домой уходить. И тут приходит нам кальянщик и говорит, из-за того, что вы нас отмечаете, наш ресторан, мы хотим вам сделать маленький комплиментик от нас. Мы в шоке. Смотрите, какую нам поляну накрыли здесь. Идим мы такие с котиком. Думаем, сейчас уже будем ехать домой. Насладились, да. Просто реально вам понравилось. И мы просто брали и отмечали. Потому что классное место. Да, просто так мы с отмечали. И они тоже заметили, что нам все нравится. И решили нам сделать вот такой вот подарок. Накрыли нам такой стол. Здесь орешки разные. Столько всяких куняшек. Такие турецкие сладости. Мы столько не съедим, наверное, столько много всего. И варенье разное. Мы еще тестерчик себе заказали. И еще нам сделали очень огромный комплимент. У нас будет самый крутой, самый крутой и самый дорогой кальян, который мы в жизни вообще пробовали. Сейчас мы вам покажем. Когда перенесут подачу, мы все вам покажем, какой он крутой, этот кальян. Какой же он красивый. Мы только что видели такой на соседнем столике, а теперь у нас такой. Сейчас будет. Смотрите, какая подача. Вау, еще так дымит. Как это круто. Спасибо вам огромное за такой сюрприз. Мы в шоке просто. Боже, очень красиво. Сколько у нас вкусняшек разных. Мы в шоке просто. Сколько возле нас людей ходит, а не привычно. Как приятно. Очень приятно. Спасибо огромное. Круто. Пробуем. Мы в шоке. Давай, пожалуйста, пьеслач. Приятного апреля. Спасибо вам огромное. Спасибо. Он очень вкусный. Попробуй. Класс. Вау. Такой вкус необычный какой-то. Он еще легче курицы, чем тот, что мы даже вот этот курили. Этот вкусный. Этот вообще необычный какой-то. Это стоит своих денег попробовать. Скажи. Очень вкусно. Только для нас это сделали в подарок. Ну, блин. Вообще, как-то неожиданно. Как-то даже неудобно. Ну, спасибо огромное. Это такой сюрприз. Мы вам очень благодарны. Заходите в это заведение, обязательно попробуйте. Всякие вкусняки. Наш вечер на этом не закончился. Котик, откуда у тебя четыре розы? Выходили мы, в общем-то, в заведение. Стоит парень такой, оу. Держи розочку. Я такой, он дает, типа, Снежке. Четыре розы дает? Потом дает, бери четыре. Я ему говорю, типа, у нас четыре не принято. А Снежка дает ему обратно одну. Он такой, оу, ладно. Сколько? Он что-то там сказал? Я что-то смотрю, а мне мелких нет. Он такой, Танни, держи четыре. И все, и там, что сдачи там меньше такой. А потом достает такую пачку денег и сдачи. А он такой уже не бедный чувак. Двести лир. Двести лир сдачи давал. Ну, так его, да. То есть, ну, парень заработал. Единственное, что четыре нет. Мы одну оставим женщине, я думаю, которые здесь будут убирать. А вот три вот Снежки. Спасибо огромное. Это, Китс, тебе. Спасибо. Приятное завершение вечера. Да, это оставим женщине, которая будет убирать. Сейчас водичку где-то найдем. Положим все спадки. Мне сейчас вещи соберу сначала, чтобы завтра утром не бежать. И будем уже спать. Сегодня у нас последний завтрак в отеле. Уже будем выселяться скоро. Да, сегодня планируем еще раз съездить на рынок. Взять родными еще подарочки. Да. Может еще присмотрим. Короче, у нас такой вот шопинг. Сейчас встретимся с Мердином. Он вручит Андрюшке сертификат. Гарантию, да. Гарантию. Мы покажем, как она выглядит потом. И будем уже по чужой чужой собирать. Которую никогда никто не использовал, но она просто есть. Ну, да. В общем, мы будем уже улетать вечерком уже. Сегодня вручили. Вот такая гарантия. Так много мрена писем. Да. То есть дата его до 18-12-2022 года. Что все будет круто. А если что-то будет не так, исправим. Ну, не так никогда не было. Но все равно дают подтверждающий документ, что все будет чуть-чуть. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. Спасибо. А мы сейчас со Снежкой еще поедем. В общем-то потусим. Пол седьмого мы приедем сюда. И уже в аэропорт. Мы пришли в наше любимое место, закупились. Нас подкармливают тут. Нас подзнают. Просто вот наш любимый дом стоит. Закупились для родных тут всего. Вообще всякой одежды разной. В общем, мамки наши будут и сестры довольны. Поедем, чувствуем на самом деле мы с большим перегрузом. Вот будет интересно, сколько придется доплатить за это все. Потому что, ну, я уже докупил в Снежке багаж дополнительный. Сумку большую. Сумку, да. Но все равно чувствую, придется доплачивать. Ну, как бы везем подарки. И себе, и родным. Набрали очень много там классных вещей. Ясно, что у нас это бы стало намного дороже. Но, блин, тут очень прикольный есть выбор. Много всяких разных вещей. Красивых вещей. Так что скоро уже будем вечерком вылетать. А сейчас зашли в наш уже такое классное место на этом рынке. Где нас уже знают. Ну, уже здесь как свои уже. О, привет, брат, привет, Снё. Я буду кушать свою любимую шаурбу с огурчиком солененьким, с картошечкой. А я шаурму обычную. И два апельсиновый сок. А тут сзади вообще делают только живой. Сок натуральный не делает, да. Вот, я показываю это в этом. Вот, смотри, как дали. А, как дали это? Вот, смотри, вот, смотри. Ага. И всё, сачок вылезал. Свеженький. Класс. Оп, подсказила наша пленда. Ещё гулку какую-то дали, котик, тебе. Острый. Острый. Перец острый? Да. Вкусно? Приятного аппетита. В общем, рапортур с Андрушкой дождались. Дождались где-то, ну, два часа. Угу. Зато мы самые первые пришли. И здесь никого ещё нету, даже очереди нету. То есть здесь пусто. За нами только один человек стоит. Сейчас мы быстро пройдём контроль. А потом у нас ещё будет с тобой часика так. Ну, так два точно, чтобы потусить, да. Ну, не два, а там полтора. Ну, уже за ним багаж просто. Да. Посмотрим, по дьюти-фри полазим. Посмотрим, что здесь интересного. И по чуть-чуть, по чуть-чуть. А сейчас пока ждём, пока нашу сумку примут. Прошли паспортный контроль, всё чётко. Сейчас зашли покушать. Дьюти-фри. Так тут дорого, капец. Даже дороже, чем в Украине, скажи. Не, ну, если сравнивать чипсы, то нам у нас 3 евро стоят. И здесь тоже 3 евро. А здесь вот... 3 евро стоит, ну, 3 евро стоит дьюти-фри. А здесь получается... 155 евро. 150 гривен. Маленькая пачка, это небольшая там, средняя пачка. Заказали вот такое мороженое с котиком. 300 гривен. 3 шарика 300 гривен. То есть один шарик 100. Шарик 100. Капец, дорого так. Ну, сейчас будем кушать, кажется. Напоследок, да? Завтра у нас диета. Вау, как красиво. Что, ребят, мы взлетели. Снежка опять чуть штану наложила. Потому что как только взлетали, сразу... Как маршрутки Багдан. Реально это грустно. Как, знаете, и такой, как в яму такой, езжаешь, как будто... Только на самолете, да? Только на самолете. Да, ну, я говорю, Снеж, все нормально. Я уже обосрался, а не, нет, ничего. Мне очень страшно. Я в следующий раз не знаю, когда полечим. На Мальдивы скоро летим? Нет, я не хочу. Там еще на лодке будет такой, этот, самолет, который садится на воду. На самом деле надо привыкать. Ну да, исключительно. У меня стресс, короче. Почему-то, вы знаете, когда летим туда, ну, четко. Вот когда мы даже, ну, этот, налетели на свадебное путешествие, тоже в Турцию, четко. Как летим назад? Вот так самолет летал. А, дай скажу вам еще интереснее. Мы как шли по полосе, взлетали, вот так вот. Скажи ему. Заносило немного его. Вправо, влево, вправо. А потом вверх пошел. Ну, когда мы с Андрюшкой первый раз в Анталию летели, я вообще первый раз в самолете летела, то я такая думаю, вау, класс, самолетик. Вообще, повидаю там в окошке, после окошка хочу посидеть. Сейчас мне так страшно, ребята, что каждый полет мне стресс. Я уже успокоился. Как бы советовал посмотреть фильм «Новый завет» называется, где у людей есть уже время, когда они умрут. Я думаю, какие-то у нас на времени наступило. Давай не будем, это сейчас рассказываем. Ну, что, блин, какие-то самолеты могут упасть, ну, раз, не знаю, в каком случае. Уже приехал с ним. Я не думаю, что это наш вариант. Смотри, вообще, как четко сейчас идем. Смотри, даже на трусы. Сейчас вот три, два, один. Все, да, я собежала под потолок. Снежка такая. Я кушала, короче, а потом переходила что-то кушать, когда мы взлетали. Мы пачили бы снежки на лицо. Ну, вот я столько еще в жизни не увидела. Тики купила себе до Чехопана, а не, Луи Виттон. Даже наипонусила. В общем, летим пока. Да нормально все будет, что ты не стыкай. Главное, не накручивать себя. Представь, что ты едешь бывать временами по автобану, временами по сельским дорогам. Я атракционов боюсь, обычных дома. Я атракционов обычных боюсь. Дома у нас дома нет атракционов? Ну, атракционов, которые в Киеве. Я тоже боюсь. Это самолет, это высота. И что? Когда он будет падать, у нас еще будет минута покричать. Спасибо. Все, ладно, выключаемся. Это не происходит резко. Это падаешь там ааааааа. Дальше. Ну что, мы летим? Я трошки поспал. Снежка шепту на трошки пустела. Кажется, что слетать, конечно, это уже большой стресс. Снеж, то что трусы, это как на дорогах у нас. Они вроде есть. Идя на посадку. Сейчас начинают трусеть. Чтобы понять, в Стамбуле было плюс 6. Приделись сюда... О, котик. Ёбля. 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 Кицы, мы заходим на посадку. Капец. Сильно трус. Если бы ты сейчас снимала без стабилизатора, люди бы это больше оценили. А так? Я на стабилизатор снимаю. Ё-моё, как колбасит котик. Ё-моё. Но это нормально, Кицы. Мы проходим сейчас... Си. Как их называется? Не магнит, не бурь. А воздушные ямы. И мы сейчас проходим тучи. С нихеда на улице. Дед Мороз. А то лепешки летят в самолет. Сейчас приедем домой, котики. Если будут силы, снимем распаковку. Что мы родные взяли, да? А если не будет сил, то что? Ну если не будет сил, то в другой день снимем. Покажем потом. А то есть приедем такие бледние, Снежка каже, давай снимать. Распаковку чек. Покажем, что мы накупили родным. А своё покажем? Ну там своё немножко, да. А то, что тебе купили ещё покажем, мы не показывали. Ну если вы сейчас это видите в виде, значит это нормально для меня. Никто не упал. А если мы упали, то они не смогут подивиться, потому что камера згорит, как я б собачил. Да? Конечно, я думаю, что она выезжает. То есть только материала, котик, ты что? Всё, блядь, тут... Никто этого не побачит. И мою прическу только видели в инстаграме. Так мне волосы не упросли. А уже внутри контур такой проявляется, смотрите. Так и не появился. Кстати, нас сейчас заберёт подписчик нас. Не факт, что он может забрать? В смысле? Может забрать нас и МЧС. Всё, кица, блядь, всё, блядь, всё. Ты же говоришь, что нас подписчик заберёт наш. Кица, сейчас всё закончится по-другому. Он трусит самолётник. Да нормально всё, не пстикай. У меня просто стабилизатор устраивает очень хорошо. Да, вы сейчас не видите то, что я вижу. Стешка уже повледнела. Всё, ребят, встретимся на земле. Наверху. Всё, давайте. Урубай камеру. Наш человечек, который смотрит наши видосики, Андрюшкины видосики, говорит, стоит в красной курточке. Сейчас мы его должны узнать. Сейчас мы посмотрим, кто это такой. Неудобно, конечно, тащить сумки. Вот, белая машина. Класс. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что встретили нас. Очень приятно. Приятно, что согласились. Сейчас очень поедем на такой машинке. Комфортное такси такое будет у нас. Нам помогают. Круто. Сейчас поедем домой. Не садись, быстрее холодно. Смотрите, какой мы в машине едем. Чисто так пахнет очень у вас машиной. Привет, Максим. Андрей. Снежка. Приятно. Это Максим просто заметил, как мы шикарно ехали в аэропорт. Ну что, ребятушки, мы уже доехали домой с комфортом. На самом деле у нас... Поговорили. Максим очень долго уже на такси работает. Шесть лет. Это достойно. И плюс он и работает не просто шесть лет, а парень тупо с утра до вечера. Да. То есть там пробега уже... Макс, сколько пробега? Четыреста тысяч. Четыреста тысяч человек проехал. Ё-моё. Знаете, сколько человек проехал за год? Одиннадцать тысяч. Не сто одиннадцать. Одиннадцать. Вот. Поэтому... А также, девчонки, у нас Максим очень свободный парень сейчас. Поэтому... Имейте в виду. Поэтому если что, можно, в общем-то, пообщаться. Мы, как бы... Описание оставим инстаграмчик твой тогда. Вот. Ты же не против, да? Не против. Хорошо. Поэтому мы это как бы не в проекте давай поженимся. Ну, мы ладно вдруг... Как бы мы так на самом деле как-то пошутили с Сашком. Саня, привет. И вот сейчас пацан живёт с девчонкой уже на своей... На хате. Хотя тоже было очень смешно. Поржал и всё. Столис просто сняли. Вот. Поэтому парень хороший. Девчонки... А я знаю, что у меня девчоночек очень много. И у меня. Бубочки мои. Вот. Так что... На Макса оставляем, в общем-то, ссылочку. Можете, как минимум, просто пообщаться с человеком. А там, как карта уже ряжет. Да. А мы уже сейчас доехали домой. Угу. Почти. И будем уже отдыхать, да, наверное? Или ещё распаковку будем снимать? Посмотрим сейчас. Да. Добрались мы домой. Наши птички нас ещё не видели. Сейчас посмотрим их реакцию. Хорошо. Они будут рады. Неделю не виделись. И рыбки нам рады. Смотрите, вон плавают как. Да, прям по эту сторону поплыли. А ну-ка сейчас ей ходи. А-а-а. Птечки. 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 Эльза напушилась так. Давайте. Выпускай их этих. Привет. Микки. Киндер. Привет. Птечки, привет. Привет. Вы спали. Вы спали, да? Да, они спали, брат. Гаврик. А-а-а. Смотри. Соня. Кто такой красивый? А? Эльзочка. Привет, Кучерявый. Как жизнь молодая. Эльзочка. Все хорошо? Вас разбудили. Понятно, что было темно. Вы сейчас такие раскумались. Сонная. Что происходит? О, привет. И тебе привет. Сонная моська. Чтоб твоя лапка заживала. Иди покажу. Эльза, вы только приехали, уже лапку пшинкают. Эльза. Я понимаю, что вы хотите сделать. Да? Иди, моя маленькая. Иди, моя птичечка такая. Эльза. Ты что такой серьезный? Вот это сидишь такой. Сонный такой. Сонный мальчик. Да. Он такой маленький. О, помните песенку, да? Жили у бабуси. Смотри. Два веселых гуся. Один серый, другой белый. Два веселых гуся. Это значит, что мы дома. Это Мики танцует. Мики, да. Посмотри, как у нее лапка. Эльза лапа сейчас рано наладит. Мы купили сразу перед самым отлетом эту штуку, будем потестировать, якобы для заживления ран. Видите, то есть лапка уже полгода, она не отмирает. Она просто грызет, грызет, она чухается. Как животные все грызут. Да. Вот собакам же на голову клафон одеваешь. Мы уже и на плафон на голову одевали. Мы же что не делали, ничего ж не поделаешь такого. Ну ничего. Да, дотя? Папка ищет любые методы. Вон, бачишь, что купил? Будем пшикать. Будем тебе пшикать. Флакон охваты надолго. У папки будем пшикать голову и тебе будем пшикать голову. Будем проходить свою процедуру. Да, моя маленькая? Усик, ой. Ты рада? Я тоже рад тебя видеть. Иди тебя поглажу. Иди, мальчик, поглажу такую, мою маленькую. Да? Ой, смотри. Скажи, как меня давно не гладили. Все, мы в Турции побывали, вернулись домой. Все, Новый год скоро буду встречать, да? Будешь летать? Как полетает, да. Лети. Иди полетишь тоже. Иди до папы. Иди. Иди, мой маленький. Давайте тоже вас выпущу, мальчики. Идите. Эй. Идите, мой выход. Иди. Иди, мой маленький. Привет, какой мой хороший. Иди. Что, мой серый попугай. Что, мой хороший? Что, мой маленький? Да? Кто такой красивый? Это Киндер? Пыль летит. Киндер? Иди, мой маленький. Что, мой хороший? Что? Лети. Дома, конечно, очень классно. Я рада, что мы дома. Постя хорошо, дома лучше. Дома вообще прекрасно. Сил набрались. Голову сделали. Так что теперь будем следить за этапами чендерного восстановления. И сейчас снимайте распаковку. Какая такая идея? Да, уже доснять. Доделать наше видео. По первоночью. Ну давай. Наш вложик. Давай. Время у нас почти час ночи. Сейчас ваша будет любимая рубрика. Час 0 часов. 42 минуты. Понял, согласен. Чего это тебе, блин, обманю? Ваша любимая рубрика. Начало первого. Почти. 42 минуты. Правильно? Сейчас снимем для вас распаковку, а потом пойдем спать. Видео снимать. В смысле? Котик отдыхать. После дороги. Представляешь, люди сейчас. Знаешь, кто смотрит влоги твои, ладно. Инстаграм на мой подписан. А кто не подписан, ничего. Сейчас чем-то такая голова появится в обзоре. Они. В смысле? Что с тобой? Что это, блядь? Что с ним, блядь? Что он такой страшный? Граната на голову упала. Что с его головой, блядь? Короче, ребята. Будем сейчас показывать вещи. Значит, сумочка Louis Vuitton. Первый наш лот. Который мы купили в Турции. Вот. Но. Зачем мы купили ее? Ну, где-то там. Пусть будет там. Гривен 800 или 1000 гривен можно положить. А, ну знаешь, что я тебе скажу? Она что-то не отщелкивается. Отщелкивается? Да, отщелкивается. Но в оригинале она там как-то чуть-чуть лучше. Вот такая сумочка. Такая оригинальная стоит 5500 евро. Не, ну я скажу так. Да, там которые за 5500 евро. Да, металл такой чуть-чуть, ну блин, он чуть-чуть лучше. Но, когда вы смотрите вот так, 5500 евро, блядь. Ну, мне первая машина была дешевле. Субарик, импреза. А это сумка, блядь. Ну мы дешевле взяли. Не, ну наверное, когда человек будет зарабатывать миллионы долларов в неделю, наверное, я поменяю свое мнение. Тогда мы просто пойдем в Турцию и купим такие две сумочки турецких. Да, купим две фабрика сразу. Так тоже хорошо. Блин, слушай, здесь тоже как сделано, смотри. А я думал, там только в Турции. Бля, ребят. Как в оригинале. Я думал, что у нас будут говнянины. Ребят, такое же самое качество. Угу. И внутри хорошо. Смотри, как внутри. Луи Витон написано. Блин, нет, ребят. Сумка не то, что она стоит своих денег. Ну, турецкая копия, это идеальная копия. Очень круто смотрится. Ты как бы ходишь, как будто 5500 евро. Хм-хм. Давай, следующий лот, котик. Вот. Поэтому вот, кто это, ну, в Турции такое, блин. Не, у нас тоже, наверное, кто-то аж привозит с Турции. Там, конечно, ценник будет дороже, чем оттуда. Но, можно купить. Да. Можно купить. Мы, в общем-то, не такие люди, что только... У нас есть и брендовые шмотки. Ну, вправе не Луи Витон. Мы там H&M любим покупать. Временами. Где-то там Adidas, Puma, Zara. То есть хорошая вещь, это масс-маркет. Да, считается. Мой любимый бренд это Adidas. Вот. Покупаем без проблем. Там Victoria's Secret у нас есть. Как оригинальная, так и не оригинальная. Вот. Ну, есть моменты. Виктория особенно. Да. Поэтому, я считаю, нечего стыдиться. Не надо строить из себя. По-главному, турецкую привезли. Главное не строить из себя, когда купили копию или что-то такое. Типа. Или наоборот купили оригинал. О, бля. Ты смотри, ма. Это, бля, Луи Витон за 500 баксов. Либо когда купил копию, а говоришь, что это оригинал. Да. Я вообще, бля, зарабатываю, бля. Ты велос почему-то сумка стоит. Это я летала во Францию. Турцию? Во Францию, бля. Какой, бля, этот, египетский рынок, бля. Какой километр? Абдула покупала или Ахмеда? Знаем эту Францию. Итак, купили мы такие, в общем-то, еще вкусняшки турецкие. Пахлава металлая. Некоторые мы, в общем-то, дадим нашим друзьям. Привезли. Оп. Турецкие пахлава с орешкой. Ты ведь ногами держишь, котик. Пахлава еще с орешкой и... Орешкой и другим фундуком. Потом мы взяли пахлава с фисташкой. Фисташкой пахлава. И последнюю мы взяли. И шоколадная пахлава. Можете себе шоколадную оставим? Себе шоколадную? Да, шоколадную. Мы же брали, это, друзьям нашим. У нас больше нет друзей. У нас больше нет друзей. Там четыре пахлавы. А у нас есть четыре друга. Давай следующий лодку. Согласен. Справедливо. Ладно. Поехали дальше. На голову отдавать ничего не буду, ребят, потому что, понимаете, такую великую шевлюлю нельзя трогать. Да. Вот. Это купили мешочек. Нет, это был. От чего? Это от сумки. От Луи Виттона. У меня, ребят, появился мой Луи Виттон. Мой. Я поменял барсетку. Еще больше. Скоро буду вообще с чемараном на шее ходить. Кстати, качественную и взяли натуральную кожу. Да. Не жопу бабуина. Покажи, котик. Не жопу бабуина мы взяли. Взяли натуральную жопу бабуину. Типа Луи Виттон, но это кожаная сумка. А что типа Луи Виттон? Луи Виттон купил в дютифри. В дютифри купил. Хорошее качество. Смотрите. Все, кожа. Покажи кожа. Смотрите, как кожа, блин. Да, настоящая. Смотрите, Луи Виттон. Стоит. Мне со скидкой там дали. Меня узнали. Короче, за 4 900 евро. Я, конечно, так вот посмотрел. Какое скидка на самом деле сколько она стоит? 2500 гривен. Ой. Да. Да? Нет. А, подожди. Да, 100 баксов. Не, подожди. Я купил ее за... Боже, дай мне память. Я помню, что это 100 долларов, 2500, что-то такое. Не, не 100 долларов. А сколько? Это ж кожаная была. Она стоила 1700 лир, туда-сюда, 3500, 150 баксов. 150 долларов. Вот. Ну, вообще-то, 4950 евро. Ну, хорошая сумка. Хорошая сумка. А пахнет как? Настоящий Луи Виттон. Просто, как будто... Боже мой. Мы зашли посмотрели в Луи Виттон Андрюшкину сумку дорожную. Такую, как... Один, бля... Один в один. Даже вот на ощупь. Чуть-чуть только там. На ощупь вообще хрен определишь. Чуть-чуть. Вот эти ручки. Я бы вам показал. А вот эта сумка ждал. Так, котик, я все батарейки разрядила, бля. Давай долго не рассказываю, блядь. Она хочет как реакция, блядь. Ребят, как видится Снежка. Итак, кстати, короче, купили сумку. Вот этот кулек. Вот еще вещи. И вот такой вот образ. Все, спасибо, что были подписаны на канал. Пока камера не разрядила. Всех пока. Всех целую. Грубай камеру. Котик, давай показывай свою сумку. Рассказывай, блядь. Так вот. У нас батарейка просто села. Вот здесь вот, короче. Если вы заметите, что продолжение кадра уже новый день. Член с прической. И у него уже шевелюра выросла. Просто мы зарядили батарейки. Так вот. Вот тут, короче, вот тут вот было заметно. Тут, да, там более красиво было. Но бляха-муха, это стоит 700 гривен 800. А та, сучка, стоит 2000 евро. В оригинале. Сука, такая же. Я потрогал пальцем. Я вам клянусь, как будто турки украли секрет Луи Виттона. Где-то они, блядь, там кто-то, мне кажется, надо какой-то штырлиц работает. Я не знаю, как эту кору. Один в один. Я даже ее нюхал. Даже облизывал. Один в один. Я вам клянусь, я даже не понял прикола. Такая же. Там даже, скажи, мне эту кожу потрогали, как будто склеенки сделаны. Скажи. Да, внутри тоже как будто тропчанная такая оригинальная. Вообще, ребята. Я вот, я, 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 я сейчас потрогаю, блядь, великое искусство. Я вам клянусь, ребята. Я тут, я, я просто офигел, типа. Думаю, за что люди бабки платят? Там должно быть за такие бабки, за пять спалые, там должно быть, сука, там, блядь, ты должен открывать и должна кровать, и так. Мммм. А там какая-то хрень какая-то. Давай следующий лоб. А тут что-то есть, что нужно показывать? Да. Продолжим потом. Сначала, блядь, увидим, что Снежка накупила. Ёблядь. Обручи. Просто обручи на голову. Мы зашли, мы сегодня были оптовые покупатели, блядь. Мы набрали их на сто долларов, минимум. Вот такой обруч взяли, вот. Вот такой вот обруч взяли. Их надо доставать сколько? Один раз распечатает какой-то. Один раз распечатает какой-то. Один раз распечатает какой-то. Это всё ручная тулецкая работа. Сделала девочка-турочка, мальчик-турок, не знаю, кто там он был. И... А хотя, возможно, это производство. Но Снежка говорит, что нет, это не производство. Снежка говорит, что это ручная работа. Смотрите, как на могилку можно поставить. А покажи ближе я его? Покажи поближе. Вот такие вот розочки. Вот такой обруч. Вот такой обруч. Вот такой обруч. Угу. Ну и там ещё таких похожих. Вот видите, как красиво. И Сибиря бы себе одела бы. Хотик, нельзя тебе сейчас одевать. Я ж не одеваю ничего. Я просто показываю. Хотик, нельзя тебе ничего не одевать. Нельзя на голову, а то растения будут, сказали. Вот такие бриллианты. И вот эта Снежка будет теперь носить. Мы ей накупили, короче, ребята, на каждую неделю. Она будет и такие одевать. И теперь. И вот такие, посмотрите просто. Ну человек просто пошёл в отрыв, понимаете? Посмотрите, бля, сколько она брали, бля, посмотрите, вот тут ещё вот таких, вот таких, вот таких, вот таких. Смотрите, вот муч дал это, раздол, да, птица? Угу. Побалывался. Смотрите, просто, блин. Посмотрите, что она вытворяла там, а? Она как будто, она кому-то закупилась, чтобы киви торговать. Я люблю такие обручки. Посмотрите, сколько разных ручных этого. Всё. А это что? Это София костюм. А это мы Софии костюм купили. Моей сестре. Вот такой, бля, медведи как кузнечки Как и у меня, да Это фирма Машина Такое хорошее качество Оригинальный, смотрите, Машина Машина точка Видите, как турки поделывают Сайт пишет машина точка ком Они ТЛ там То есть тупо вообще штрих-код делают Ну короче, тупо, бля, не стесняются И тупо подделывают все И даже этикетка Нету, ни намека, что это мадоинтуция Такая вот кофточка у Сони будет Вообще И штаны такие И штаны Типа костюм, как у меня Тоже машина, блин, качество просто, ребята Турецкое качество Смотрите, какое качество На высоте Угу Волосатый немножко Ха-ха-ха Вот, так что, надо, это, ты что там головой тревлась или что Так что, Софийка, этот подарок будет для тебя Под Новый год Под Новый год А, бля, я думал, что такая волосатая штанина Конечно, бля, запихнула туда Мать свою волосатку эту Все, да? Запихнула свою мохнаточку туда О, посмотри, батарейка О, пауэрбанк Пауэрбанк Оп, смотри Тут сумки больше ничего нету Да, смотри, наушники Потом будешь, будешь искать Моя торба И смотри, твоя резинка еще есть Котик Все, ничего нету Там ничего больше нету Больше ничего нету На хрен, блин Дальше давай Что будем смотреть? Кулек какой-то О, тут это мы снова привезли Это мы битихри покупали в Турцию Смотрите, шоколадку купить Бычки Открою, пожалуйста Это мы для мам взяли Это мама один Это мама два Ну, короче, для друзей А это будет тайна Для друзей, для родных И одну для нас Одну для нас? А что нет? Это, кстати, очень вкусный шоколад Киizza О, водичка Нахер мы покупали водичку, блин Киizza А что? А как ты ее протащила? Хаааа Это когда мы только за дорогу купили Вот в этом? В Дьюти Фри? Я уже не понял Да, это в Дьюти Фри Это с Дьюти Фри, да Что это вообще, ребята? В Дьюти Фри бешенных денег 18 евро Ни, что бля Ой Очень слишком скажет 18 евро Если она стоит 18 евро, она должна быть сделана без клинникового периода. Я не помню, сколько она стоила. 18 лир. 18 лир. Ну, это 36 ривен, тоже не дешево. Ну и 18 евро, я же посидел бы. Вкусная вода. Я споткала получше. С фильтра. Окей, идем дальше. Снежка сначала купила себе Плинглс и ничего не съела, блин. Я потом покушаю. Она говорит, мы все разобьемся, самолет разломается в воздухе. И евро стоит. Видите, не хочет ничего говорить. Потом еще взяли шоколадку. И еще шоколадку. И еще взяли орешки. Это для друзей. Тоже для друзей, у нас нет друзей. У нас есть друзья? Какие друзья? Сегодня у них у нас нету. Как сидим, мы снова вспомним о них. Вспомним и тихим, добрым словом. Котик жопа слипнется от стока шоколада. Слушай, проверили эти ученые эксперимент. Подтвердили, жопа не слипается. Максимум 9 появляется. Жопа не слипается. Так что не обманывай людей. Люди реально помешают. А что мы должны показать дальше? Костюмы мамины. Костюмы? Да. Ой, я сейчас покажу свой костюм, ребята. А, да, мы и друзей еще взяли. Я себе взял костюм Мекседес. Клюша, вы понимали? Стоит... 100 долларов. В Турции это... У нас бы такой костюм бы стоило бы 300 уже, блин. 300 долларов. Минимум. Посмотрите какой костюм, блин. Какая курточка взял себе. Смотрите. Смотрите. Пума. У меня же есть такая кепка. Пума пукай без шума. Вот. Волосы отрастут. Вот тут написано. Мерседес Бенз АМГ. Курточка. Я ее на себя мерил. Смотри, какое качество. Огонь. Смотри. Мерседес. Эксель. Ни слова Маден Турция. И что они такие? Ты посмотри, даже бирка Мерседес. Просто. Можно продавать и говорить оригинал. Ну и что они такие? Просто. Смотри, тут даже нарисовано. Смотри. Мерседес. Даже этот есть. И Маден. Бля, еще написали Маден Германия. Ого. Нифига себе. Ты прикинь. Вот 4500 евро. Или что это за 4500? 5000. 5000 евро написано. Четыре. Бля, Маден. Прикинь, то есть турки. Китайцы хоть пишут Маден Китай. Ага. Турки говорят, не говорят. Мы, бля. Маден Германия. Аху. Бля, все кица. Будем всем говорить, что это Маден Германия. Кто не будет верить, будет показывать. Сказать. Потреблен. Ус рис, бля. Маден Германия. Он мне сообщение пришло. Говорит. А платите пакет услуг. В смысле? Я же платил. Короче, обманывает меня о чем-то. Вот. И такие штаны взял. Это Мерседес Маден Германия. Смотрите, какие штаны. Теплые. Мерседес теплые. 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 Так, мы закончили на том, что, в общем-то, взял собий штаны. Мерседес. Мерседес. Буду носить, потом покажу, побачить. Теплые. Также взяли снежки в сумочку Шанель. Оригинальную, как видите. Угу. И целом цепь Шанель. Повезнее. Вот такая вот. Угу. Ну, вот качество. Качественная сумка. Ну, видно чуть-чуть. Видно. Покажи еще сбоку ее вниз. Видно. Вниз показать. Да. Ну, еще вот так вот. Да, еще вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Это вверх, это там где ручка. Это вниз, вверх, ручка, блин. Ну, точнее низ, это вверх. Там где сбок, да. Вот такая вот сумочка. Оп. Открываешь. Угу. И внутри можно положить еще что-то. Не, ну качество. Пахнет очень хорошо. При цунами не пахнет. Ну, не пахнет. Знаете, есть такие вот. Пахнет прям пластмассой какой-то. А здесь нормально. Ну, снежке понравилось. Красивая такая, да, сумочка. Вот. Будет таскать. Где-то она сколько стоила в годик? Ммм. Блин, я уже не понимаю. Просто столько всего покупали, что я должен... Где-то 700 гривен тоже, да? Да, конечно. Дороже. Дороже это стоит? Да. Так это же не кожа. Тысячу гривен где-то. Тысячу гривен? Угу. Я уже не помню просто. Ты не помнишь, а я помню. Давай следующий лот у нас. Следующий лот у нас для мамок. А не, для мамок еще. Еще медведи. Ммм. Это для Иры, либо... Это для Андрюшкиной сестры. Это для Андрюшкиной сестры. Такой, как у снежки. Да, такой медведь. Мы уже видели. Один для Андрюшкиной сестры. Тоже в том же пакете. Или в сумке у тебя, например. А ну кто покажет. А ну кто покажет. Целая сумка. Вот для мам. Это для наших мамочек. Одинаковые костюмы. Доставать? Да, давай достанем, покажем. Один для моей мамы, другой для Снежкиной мамы. Вот такой вот Найк. Хороший. Флисовый. Качественный. Мамки будут довольны. Да. Потому что медведи под вопросом, конечно, могли им понравиться. Вот. Особенно, что Снежкина мама такая. Медведи. На велосипедеет. А я уже взрослая. Короче, решили им купить тогда вот такие вот Найки. Оригинал. Говорю, показываю сразу. Смотрите. Блин, реально в магазин повесишь. Смотри. Со штрих-кодами. Найк. Ну да. Никакой у нас вообще. Написано Мады. Найк.com. Вообще молодцы, турки, блин. Просто Мады. А, ну написали Мады не Турция. А, да? Тут написали. А может, оригинальный Найк тоже в Турции делается? Откуда ты знаешь? Может быть. Ты что не знаешь? Я тоже не знаю. Ну, качество хорошее. И теплое. 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 Согласен. Теплое. Ты потом спакуешь сама это? Ну, а ты же один костюм распаковал. Один распаковал. Второй такой же. Да. Смотри, что спакуешь потом. Да. Второй такой же. Дальше. Моя сумка. Луи Виттон. Сейчас попробую. Мы уже показывали ее. Но мы не правы, что есть внутри. То есть сумка. Это еще одна машина. Это для моей сестры. Это для Илоны. Для моей сестренки. Илонки. И вот такой взяли этот Луи Виттон для Снежки. И также мам. Элечка. Это для тебя Элечка. Это Мама. Эмочка это твой размер. Правильно? Да. Элечка один. Элечка второй. Это Мама. А это Снежки. Тамам Тамам. В Турции сидят Тамам Тамам. Это значит ладно-ладно. Запомните. Покажи какие там штаны. Подожди. Так вот я покажу. Смотрите. Боже. Снежка будет ходить в таком Луи Виттоне. Вот такие штаны. Хороший. Не пахнет ни капли. Просто надо их немножко выветрить. За это. Ну в кулечке лежали. А так качество. Хороший. Ну точно. Хороший качество. И белая кофта такая. И белая кофта. Такая длинная-длинная. Как красивая. Смотрите. Чтобы понимали. Оригинал. Смотрите блин. Бирка. Луи Виттон. Написали модель. Панно. Баскильки. Туник. Короче. Вообще. Песня. И написали. Производство. Даже ничего не написали. А ну-ка. Тут можно написать. Бля. Луи Виттон. Написали себе. Этикетку набили. Размер М. Смотри какой вообще. Луи Виттон. Вот тут. Застежка. Оригинал. Вот тут засовываешь себя. Хорошая кофта. Просто себя. А такая как туника идет. Всем уже доброе утречко. У нас в общем-то. Вчера вообще. То батарейка разградилась. А потом написалось, что нахрен камера забилась. Я уже одел в общем-то себе Puma AMG. Намазал маслом голову. Если чуть-чуть подтекают, то извиняйте. А вот. И на чем мы закончили. На том, что мы вот в общем-то взяли костюмчики. Это для нашей мамы. Вот такие Луи Виттон. Да. Ну тут чувствуется немного. Как я показывал. Внутри конечно это. Ну. Да. До Луи Виттона не дотягивает. Но. Очень даже неплохо. Очень даже. Снежке понравилось. Красиво смотрится. Попугайчики орут. Караван идет. Блин. Они проснулись. Это еще один мужчина. XL. А. Это мой. Это кофта твоя. Сначала говорили, что нету мужских. Снежка говорила. Хочу чтоб котик тоже без медведей. Вот такую взяли. Вот медведя. Капец. Лысый и медведь буду. Пока лысый. Красивая кофта. Вот. Мощина. Дальше. Вот такую кофту мне взяли. Это мне взяли? Да. Диор. Вася Диор. Оригинал. Туркиш. Оригинальный. Оригинальный Диор. Оригинальный в самом оригинальном месте Турции. Это кто знает. Гранд базар. Это как троещина в Киеве. Это прям вообще. Вот такой Диор. Хорошее качество. Красивая кофта. Вот. С капиздоном на голову. И еще с флисом внутри. С флисом. И с кицкой внутри. То есть когда холодно можно одевать. Чтоб голова не мерзла. Дальше. Диор вот такой вот черный. Такая же кофта только черная. Такая же кофта только черная. Покупает. Мужчинка подходи говорит. Покупает. Красивый кофта. Красивый. Вот такой вот. Диор черный. Видите. Все оригинальные марки. Диор. Диор. То есть они. Турки. Они не жалеют на надписи. Диор везде. Вот. Нигде никакого упоминания. Что это нам. Диор. Диур. Нет. Диор. Это что? Это я не знаю. Это какой-то Луи Витон. А. Луи Витон? Луи Витон. А. Это кофта Луи Витон. Это моя? Да. Ой. Видите у меня какая кофта Луи Витон. Смотрите. Луи Витон Париж. Здесь надо присчитать. Чуть-чуть конечно корявенько. Ну а так Луи Витон Париж. Смотрите. Черная такая. Черный. Вот такой. Там просто идет. Пацан на расход. Это XL взяли? Да. Это я такой большой? Нет. Небольшой. А мне кажется это какой-то большой размер. Нет? Не говорится? Ну это XL. Ну ладно. Правильно Киндер. Кривляй его. Что он кричит. Чтоб попривикал. Так. Еще один Луи Витон. Только коричневый. Сумку вам показывал. И коричневый. Можешь открыть? Ну могу открыть. Не проблема мне. Господи. Придется открывать. Там все раскладывать. Вот такой стандартный цвет. Называется цвет болота. Не болота. Но красивый же цвет. Да. Луи Витон. Красивый цвет. Красивый цвет Луи Витон. Все. Буду так вот ходить. Типа Луи Витоне. В общем вот такая у нас была распаковка. А если вам понравилось. Ставьте лайкосик под видосик. Подписывайтесь на наш инстаграмчик. Следите за Андрюшкиной головой. Потому что видите блестит у него сейчас. Маслом намазали подсолнечным. Если бы точнее. Маслом который нам дали там наборе. Специальным короче. Чтоб волосы росли красиво. Или вообще. Ну короче вы поняли. Все. Тедди с вами прощается. Всем пока. Тедди просто кричит. Мы выключаемся короче. Всем пока. Вот наш самолет. Идем на посадку. Котик. Смотрите какие турбины мощные. Поехали. 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 Продолжение следует...